Здравствуйте, друзья! Начинаем с вами наш прямой эфир. Будем говорить о КПД, то есть коэффициенте полезного действия на наших занятиях французским языком, но в принципе это будет применимо и к другим иностранным языкам. Дождой пока присоединяются, вижу уже нас 10. Вы можете задавать свои вопросы, особенно свои жалобы, то, что вам не нравится в изучении языка. Задам несколько вопросов, определенных таких ситуаций, и вы, пожалуйста, приготовьте ручку и карандаш, если вы действительно настроены на то, что мы сегодня анализируем проблемы. Думаю, что если у вас все хорошо с изучением языка, то есть у вас все получается, вы довольны собой, у вас виден прогресс, вы сами его замечаете, то в принципе занятие может быть, это наше мероприятие может быть для вас ничего нового и не принесет. Надеюсь, что все-таки будет. Да, здравствуйте, Алина. Да, вижу всех. Смотрите, листочек и ручку приготовили. Конечно же, вот такие вопросы нас всегда интересуют. Вокруг меня практически все говорят на иностранных языках, и еще больше людей, такой больший круг, учат иностранные языки. И, конечно же, 90% людей из моего окружения, оно очень большое просто, не добиваются того результата, который бы им хотелось. Причем я сейчас говорю о средних способностях. То есть бывают люди разных способностей, и бывают какие-то действительно ментальные отклонения, очень тяжелые, например, дислекции или дисграфии и так далее. То есть я говорю о средних людях, у которых нет никаких отклонений. Все, что нам мешает, это отсутствие знания о процессе обучения, непонимание целей и какие-то такие моменты характера. Ну, смотрите, давайте я начну. Вам вопросы задаю. Добрый вечер. Задаю вам вопросы. Вы себе как ставите? Можете, в принципе, конечно, не писать. Будет около 30 таких вопросов, ситуаций от первого лица, и вы про себя говорите. Да, это про меня. Ставите галку. Нет, это не про меня. Ставите минус. Если, ну, иногда случаются, бывают такие ситуации, то ставите, например, кружочек какой-то, ну, или, может быть, какой-то свой другой знак. Но главное, что галочка про меня и что не про меня, потому что это будет характеризовать вообще учебный процесс и станет многое понятно. Моя задача, может быть, многое, что я буду говорить, будет неприятно некоторым людям, потому что это нехорошо характеризует человека, как учащегося. Но когда мы осознаем, что что-то не так, что-то мы делаем неправильно, это уже очень большой шаг вперед, потому что мы можем это исправить. Так вот, начинаю. Первый вопрос такой. Первый вопрос – ситуация. Третье. Четвертое. Я не говорю ни на одном иностранном языке хорошо. Пятое. Я не задумываюсь над тем, говорю ли я на русском языке хорошо. Я не ценю свою культуру и культуру своей страны. То есть ценить – это не просто кричать, что я патриот, а, например, каких-то ценностей придерживаться. И вообще у меня в голове есть такое понимание, что такое российская культура, русская культура, может быть, какая-то республика, человек относится к ней. То есть какой-то более основательный бэкграунд, у которого есть четкие границы. Дальше. Я никогда не обращаю внимания на качество речи ни своё, ни других людей. То есть это дикция и так далее. Дальше. В моей жизни я уже большой профессионал моего дела. Неважно какого. Что-то в жизни я уже умею делать очень хорошо. Я добился какой-то определённой очень высокой позиции, учился днём и ночью. Я уже впереди многих в каком-то аспекте моей жизни. И я это заработал собственным трудом, и я очень этим горжусь. Дальше. Девятое. В моей жизни нет ничего такого, чтобы я умел и умела делать хорошо. Нет ничего такого, в чём я профессионал. О чём бы я мог говорить часами, чтобы меня слушали, и чтобы было сложно освоить другим людям. Десятое. Когда я учусь и что-то новое узнаю, мне часто скучно. Одиннадцатое. Я учу язык уже более шести месяцев, но не могу даже пару фраз сказать. Он для меня чужой, я боюсь говорить. Двенадцать. Я считаю себя слишком умным, чтобы говорить простыми и банальными фразами. Поэтому я лучше ничего не буду говорить, а буду ждать того момента, когда уже... Вот скопится у меня в голове очень большое знание, и я буду говорить уже более красивыми фразами. Я боюсь показаться глупым или глупой. Часто бывает, что я реагирую смехом или улыбаюсь, хотя нет никакой причины на это. Это я сейчас говорю в контексте обучения. То есть происходит обучение, и вдруг меня что-то спросит, и первая моя реакция – это улыбаться или смеяться. Дальше. Я не люблю тишину, вот когда возникает тишина, когда я молчу или когда преподаватель молчит, что-то сделает. Мне надо, чтобы какая-то движуха была постоянна. Мне трудно усидеть на месте 40 или 60 минут. Уже скоро конец. Я подписан на 10, может быть, даже 20 аккаунтов по изучению французского языка, ну или какого-то другого иностранного языка. И бывает, я за один вечер могу подписаться на столько, много аккаунтов, и потом даже весь вечер сидеть, а может быть, даже несколько дней. Многие из моих знакомых знают, что я изучаю французский язык. Ну или, опять же, подставляйте любой язык иностранный. В принципе, даже предмет можно любой поставить. У меня есть очень много тетрадей, у меня большой пенал с разными карандашами, чтобы я могла выделять что-то. Я, когда вижу какие-то книги по-французскому, сразу покупаю, особенно если это что-то такое яркое, карточки такие. Правда, так получается, что я их коплю, у меня уже очень много книжек накопилось, но я некоторые начинаю и листаю, а некоторые даже не начинаю, они так и лежат у меня. Я прошла уже много мини-курсов, марафонов в интернете. На урок я часто сижу в телефоне и переписываюсь, а в течение дня я вообще каждый час смотрю в телефон и в социальные сети. Я учу французский только по песням. Дальше. Я часто злюсь на французский язык, ну или на иностранный. В нем очень сложные числа, много спряжений, вообще глаголы очень сложные, непонятные. Зачем вообще нужен субжонктив? По секунду за это вообще очень странное время. И в целом там много вопросов вообще возникает. Мне кажется, когда я учу, меня многие критикуют, и это неправильно. Не хочу слышать никакой критики. Следующее. Я себя критикую очень много вслух и часто произношу, что я тупой, неталантливый, что у меня ничего не получится. Еще чуть-чуть. Все вокруг плохо работают. Вот кто должен отвечать за ваш французский язык, все вокруг плохо работают. В мире вообще нет ничего качественного. И вам поэтому не удается учиться. Преподаватель какой-то ленивый. На бесплатном канале YouTube почему-то вам не выкладывают всех субтитров, всех документов, не дают перевода на русский язык или на какой-то еще язык. В общем, распечатки как-то вам не прислали, а не должны были догадаться, что вам и должны были прислать. Почему-то какие-то дают видео, а там не всегда есть субтитры и так далее. Дальше. Я когда вижу человека, который хорошо говорит, а если у него еще в жизни что-то еще, кроме этого, есть, то есть я чувствую, что у меня очень какая-то зависть и даже ненависть по отношению к этому человеку. И мне как-то хочется ему сделать, там, не знаю, дизлайк поставить или еще что-то, если это в интернете, или какую-нибудь гадость про него сказать, если это знакомый. Не волнуйтесь, я не читаю ваш ответ, вы просто для себя отмечаете, что это такое. А мы с вами сегодня это обсудим. Дальше. Последние три. У меня вообще очень много забот, знаете, у меня муж, жена, у меня дети, мне нужно спать, работа в конце концов, важная должность или просто много времени она занимает, есть в конце концов нужно, а готовить, когда же, а спортом заниматься, у меня здоровье какое-то, там, глаза болят, много сидеть я не могу, покупки нужно делать, домашние какие-то дела делать, и у меня еще есть собака, кошка и кролик. Выбирайте свое. В общем, у вас нет времени на обучение. Я учу французский язык, а вот те люди, которые вокруг меня, не хвалят меня за это. Или, ну, недостаточно хвалят. То есть я вроде делаю какие-то усилия, и вот этого подкрепления нет. И последнее. Меня все постоянно демотивируют. И мне кажется, что мир даже против меня, вот, не хотят, чтобы я говорила по-французски. Вот, только я хочу заняться, вроде бы настроение появилось, опять что-то на моем жизненном пути такое возникло, и мотивация пропала, и это все из-за них. Пишите, какие у вас варианты, у кого много галочек. Такие люди, если бы это были отмазки, вот тут мне пишут, это не отмазки, к сожалению. Вот, вы пишите свои вопросы, какие-то мысли у вас возникают, потому что мне очень интересно. Я тут тоже прокомментирую то, что писали в комментариях или в сообщениях до этого. Это не отмазки, это то, что я вижу как преподаватель. Вот, и смотрите, если пока мысли у вас не возникло, сейчас будем обсуждать с вами вот эти вот все моменты. Потому что моя задача, что такое КПД? Коэффициент полезного действия. Очень многие люди вокруг меня, действительно, тут такие были вопросы. Много тетрадей, много учебников. Это же не только время, это еще и деньги. У некоторых можно продать книги и купить квартиру в Подмосковье, потому что очень много всего, и это все лежит никому не нужное, а потом они этим все, вот, не это не тронутые, они кому-то отдают, чтобы тот человек дальше учил. Очень много у людей какая-то такая идея, что если они больше всего этого купят, они как-то себе вот такую сделают сценку «я учусь», и у них, наверное, это лучше получится. То есть фокус направлен не на то. И моя задача, чтобы вы потратили минуту времени на что-то, на изучение, и чтобы эта минута во что-то очень качественное вылилась. А что такое качественное, мы для себя с вами определим. Вообще все эти вопросы были, ситуации, никто не отвечает, сколько плюсов, но есть те, у которых все минусы, то есть ситуации рассказывала, и вот ничего не подходит под ваше описание, то есть не про вас абсолютно. Если есть такие, будет очень интересно. Ко мне тоже тут некоторые моменты относятся. Так вот, тут есть несколько таких больших областей. Во-первых, непонимание учеником сущности языка, что такое язык. Непонимание предмета, иностранный язык, процесса изучения и собственных вот таких способностей, что я в своей жизни, чему я могу научиться и как я это делаю. 11 вижу, ни одного плюса нет, но это хорошо, вы молодцы. 4 плюса, 6 плюсов. Вот чем больше плюсов, тем меньше шансов, что вы выучите язык. Вот это я все пыталась максимальное количество каких-то таких препон выявить. Человек в них не виноват зачастую. Это нужно, я уверена, что вы сейчас их осознаете, и что-то у вас станет лучше. И так далее. То есть смотрите, сущность языка. Дальше характерные какие-то моменты, то есть характер и лень. Очень важную роль играет, мы с вами об этом поговорим. Дальше прокрастинация, когда мы, вот многие из вас слышали это слово, когда мы создаем видимость активной, бурной деятельности, когда мы занимаемся чем-то, может быть, более легким, чем сложная деятельность, но вроде бы успокаиваем себя, что мы делаем что-то полезное, но на самом деле это не полезно, это трата времени. Вижу. Дальше. Дальше агрессия и страх, это часто встречается. То есть агрессия и страх, как они по-разному выражаются, и мотивация. И в конце в самом я расскажу о преподавателе, вообще роли преподавателя, программе и материалах, на которых вы учите. Но это будет последним и совершенно кратким. Потом, если вам будет интересно, я еще какой-нибудь прямой эфир по этому поводу сделаю, потому что это не самая большая проблема. Почему? Потому что каждый раз отвечает себе на вопрос, в моих условиях, пусть весь мир против вас, пусть что-то у вас не складывается, плохой преподаватель, плохая программа, я не знаю, нет интернета, хотя сейчас интернет практически у всех есть, потому что очень много возможностей сейчас есть изучать язык. Так вот, даже если все против вас, был бы какой-то в этом мире другой человек, который бы в этих же условиях выучил язык хорошо. И вот это ответ. Потому что вы можете вот все, что вы говорите, муж, жена и так далее, собака и какие-то другие проблемы. Нет. Есть люди, которые вот с таким же набором различных проблем и обстоятельств выучивают язык. То есть ваша большая проблема – это самим захотеть и понять, что вы хотите от процесса обучения, и понимать, как этого добиться. То есть то, что, заметьте, вы часто говорите о мотивации, что вас демотивирует. Мы сейчас работаем на платформе, кто знает, кто не знает, у нас есть платформа, и там просто очень много курсов. В тысячи курсов они выложены в такие очень четкие небольшие кусочки, а эти кусочки в большие курсы, то есть можно работать в своем ритме и так далее. То есть это неважно. Но нам, наверное, каждый пятый человек пишет о мотивации. Одного демотивирует то, что не переводят в каждое слово. Другого демотивирует, что, наоборот, переводят, ему никуда не надо лезть. Третьего демотивирует, что слишком долгие и длинные тексты. Четвертого демотивирует, что слишком короткие тексты, те же самые тексты. Одного демотивирует, что очень много упражнений. Третьего демотивирует, что очень мало упражнений. Потом кому-то пишешь, что, например, «Браво! Что-то ты сделал!» Его демотивирует, потому что эта оценка как бы не персональная, как бы машина ответила, автоматизированная. Когда пишешь чуть больше такое замечание, делаешь какое же, нужно же дать какой-то фидбэк, даешь какое-то чуть большее замечание человеку, прословиваешь, что там замечание, не замечание, а комментарии дают практически всем. Какой бы тариф ни был, обратная связь идет. Так вот, чуть больше скажешь, вот тут нужно быть повнимательнее, вот тут знаки. Процентов, наверное, 10 из всех реагируют очень негативно. Они прямо нападают, что их опять демотивировали, их критикуют и так далее. То есть самое главное человеку, вот вам в данном случае, понять, что ваш результат и удача – это не задача какого-то другого человека, это не ответственность его. Даже если вы заплатили преподавателю, даже если вы заплатили за онлайн-курс, не надо передвигать на него всю эту ответственность, взваливать. И то, что ваша мотивация такая хрупкая, что небольшое облако какое-то на этом светлом небе просвещения появляется, и вы сразу падаете духом, это ваша только проблема. Вы, получается, ну это, если честно, очень смешно, потому что мы прям чувствуем себя какими-то очень злыми людьми и какими-то чудовищами прям, потому что не знаешь, как вообще среагировать. И это тоже нас, в свою очередь, демотивирует, потому что не хочется уже лишнего шага делать ни вправо, ни влево, ничего нового создавать, ничего не переписывать, лучше вообще никакой обратной связи не давать, потому что получше что-то обратно. То есть думайте над тем, что вы вообще переживаете во время учебного процесса. В себе нужно быть максимально уверенным. Мотивация ваша вы себе должны запомнить. Это только ваша задача. Ни один человек, если я хотела изучить французский язык, когда я его хотела учить с самого маленького возраста, меня не отвратила от этого неплохая учительница, или сначала отсутствие учительницы в школе, ни потом учительница, которая не знала французского языка, ни отсутствие интернета, когда я начинала его изучать язык, ни отсутствие книг, ни отсутствие даже вообще ни одного человека вокруг меня, никто, кто бы хотел изучать французский язык, ничего мне не отвратило от этого, я выучила французский язык. Я знаю людей, которые ещё в более сложных ситуациях выучивали этот язык. То есть не надо сваливать на других людей, то есть ваша мотивация зависит только от вас. Но дальше, сейчас я прочитаю все комментарии. Нужно понять, что язык – это очень сложная вещь. И для того, чтобы вы понимали, насколько сложно выучить, если вдруг вы ещё об этом не думали, я вам вопрос создавала, я ценю то, как говорят другие люди. Я оцениваю это и качество речи, и сам я понимаю, красиво я говорю или нет. Если вот этого нет, начните анализировать себя на родном языке. Почему? Потому что если вы оглянётесь вокруг вас, будет очень много людей, которые плохо говорят. 50% будут говорить совсем плохо. То есть это и дикция, и лексика, это и длина предложений очень коротких, и может быть даже какие-то ошибки. Ну и вообще, вы слушать будете их, и это будет некрасиво. Какой-то процент, может быть 30, будут говорить более-менее нормально, и уже 20%, ну это такая статистика условная, то есть маленький процент, может быть 1,5, может быть 1,1 вообще людей, которые будут красиво говорить. Красиво говорить, то есть это они и умно говорят, и мысли чётко излагают, и с точки зрения вообще качества языка, грамматика, лексика, синтексис, дикция, интонации какие и так далее, это тоже всё очень красиво вам хочется и слушать. Когда вы начнёте это понимать, вы можете это экстраполировать на иностранные языки. Почему? Потому что когда мы себе ставим какую-то цель, мы должны понимать финал. То есть если вы действительно хотите знать язык очень хорошо, это значит для меня знать язык говорит грамотно на многие темы, а для меня говорить грамотно это в принципе практически как носитель. Так вот, мы понимаем, какой это потолок, и потом мы начинаем это делить на маленькие кусочки. И это как раз-таки логично, мне кажется, выходит в тот маленький вопрос, который я задала, что язык нельзя выучить за 10-30 минут в день. Почему? Потому что 10 минут в день, это получается 70 минут в неделю, а будем честны с вами, что не каждый день вы будете заниматься 7 дней в неделю, 70 минут в неделю, умножим на 4, это 280 минут, и условно округлим до 300 минут, то есть получается 5 часов в месяц изучения языка. Что за 5 часов в месяц вы можете сделать для своего родного хотя бы языка? Что вы можете сделать, чтобы лучше говорить? Я думаю, что среди тех людей, кто это смотрит, все равно будет какой-то процент людей, которым есть куда расти в родном языке. Даже чтобы улучшить качественно вашу дикцию, вашу лексику, то есть словарный запас расширить, нужно прочитать хотя бы одну книгу, более-менее еще ее проработать, отметить там какие-то слова, которые вы никогда не употребляли, у вас их просто не было в активе. И, конечно же, это будут искорговорки и так далее, записывать, может быть, себя нужно, чтобы интонация была хорошая. То есть очень много каких-то моментов. За 5 часов вы даже свой родной язык не улучшите. О чем можно говорить в контексте иностранного языка? То есть можно учить язык, конечно же, по 10-30 минут в неделю, но вы ставьте себе тогда такой, какой-то более низкий результат. Если вы хотите уделять этому столько времени, будьте готовы к тому, вон вообще 10 минут вы даже не разогреетесь. Это как раз-таки еще к вопросу того, что я быстро отвлекаюсь, что я постоянно смотрю в интернет какие-то социальные сети, что я не могу сидеть и так далее. То есть ваш мозг еще не разогреется за 10 минут, и он ничего не усвоит. Как любому в зиму машине нужно разогреться, вашему мозгу точно так же. Мы делаем разогрев тела, когда идет какое-то физическое упражнение, чтобы не надорваться, чтобы потом ничего не болело и так далее. То есть мозгу тоже нужно вот это вот маленькое такое начало. Так вот 10 минут – это даже ничего не разогреется. Окей, 30 минут мы берем, это должны быть самые эффективные 30 минут. 30 минут – это определенный потолок. Я бы, например, есть у меня цель такая, поехали, например, мне нравится Дания, мне нравится датский язык. Я даже так чуть-чуть немножко понимаю, потому что я знаю английский, немецкий, и мне хочется говорить чуть больше. То есть я буду себя чувствовать радостной, и мне будет комфортно. Я не хочу прямо говорить по-датски, читать датских авторов и говорить с датчанинами на какую-то очень распространенную тему. Мне хочется сходить в ресторан, заказать что-то, считать, например, на кассе деньги. То есть вот такие совершенно бытовые темы. Если честно, это можно выучить за 2 месяца. За 2 месяца вы берете себе какие-то 100 фраз, которые нужно выучить, может быть, даже не 100, может быть, 200 фраз. Вы делите их на какие-то маленькие кусочки и пытаетесь их учить. Далее, конечно же, дополнительно, чтобы не просто повторять как попугайчик, можно выучить алфавит и можно выучить базовую грамматику. Практически в очень многих языках часто базовая грамматика – это подлежащее. Я, ты, он, она, все, чтобы мы понимали, что это за подлежащее. Далее, это глаголы регулярные, и мы, может быть, возьмем 15 нерегулярных глаголов, таких вот, которые самые употребительные. Плюс посмотрим, как отрицание формируется. Больше вам ничего не нужно. Потому что, когда мы будем говорить вот эти фразы, которые мы выучили, 100 или 150, мы будем их употреблять и даже можем как-то интонацией правильно артикулировать, потому что мы знаем, где подлежащее, где сказуемое и так далее. То есть, и что интересно, я вот абсолютно уверена, два месяца занимаюсь датским вот в таком ключе, я разделю себя на маленькие кусочки, я строю предложение, могу отрицать, могу соглашаться. Можно еще взять какие-то темы, например, который час, хотя зачем тратить время на который час, если я не собираюсь так общаться, а если я как турист, то я могу посмотреть на свои часы условно, или где-то... То есть, нужно всегда выбирать самые такие важные моменты в изучении. То есть, так можно заниматься, но говорить уже на языке нельзя. И вот вы к этому должны готовы быть. И нужно поэтому осознавать, какой язык. Вообще любое знание языка, любое вообще мастерство — это сплав силы, любви к делу, мотивации и еще знаний. Потому что если вот что-то у вас, чего-то не хватает, то получается уже мастерство не появляется. А знание языка, когда мы красиво говорим, это что-либо есть искусство. Правильно и красиво говорить и выражать свои мысли. Это нельзя здесь фальшивить. Сразу будет видно, или человек говорит красиво, или человек говорит некрасиво. И поэтому еще вы так много времени тратите некоторые на изучение языка, а потом очень некрасиво говорите. И вот от этого нужно избавиться. Что видно, что что-то вот не так идет. Посмотрите, пожалуйста, на людей, которые в России живут у нас. Например, из страны СНГ приехало много людей, которые не учат нигде на курсах русского языка, и они тоже очень криво говорят. Хотите ли вы так говорить на французском, когда они не согласуют женский, мужской род. Но они же еще на курсы никакие не ходили. Вы ходите на курсы, вы делаете вид, что вы учите французский язык, а потом все это криво, в общем, как-то выражается, и фразы некрасивые. Нужно быть педантичными. И давайте по пунктам. То, что обучение должно быть веселым и легким. Нет, обучение не должно быть веселым и легким. Настроение должно быть хорошим. Но знаете, это такое хорошее настроение, то есть не должно быть какой-то такой угнетенной обстановки. Про пример, чего пример расскажите, я просто поясняйте. Вот. То есть не должно быть какого-то такого угнетенного состояния, как из-под палки заниматься, но оно должно быть всегда веселое. На темах, особенно если уровень повыше, можно обсуждать дискриминацию, можно обсуждать какие-то очень серьёзные темы, развод родителей, например, с кем ребёнка оставлять. Такие темы прямо в учебниках есть, то есть там не совсем весело. Но должен быть какой-то драйв такой. Но драйв-то возникает только когда вы что-то сложное сделали, и у вас появляется энергия, потому что вы собой довольны. Это можно сравнить, например, когда вы днём сидите дома, или утром встаёте и думаете «идти в спортзал или не идти в спортзал?» И в какой из дней вы будете более довольны? В тот день, когда вы пошли, собрались в спортзал и хорошо позанимались, или в тот день, когда вы не пошли и остались смотреть телевизор или завтракать, или ещё что-то делать? Большинство людей, которых я знаю, будут более довольны тем, что они всё-таки заставили себя пойти в спортзал. Причём они когда уже были в спортзале, они уже были довольны собой. Понимаете, о чём я говорю? И, в общем, то есть здесь нужно понимать, что самое адекватное в обучении, оно должно быть приятным, вы должны чувствовать энергию, и оно должно быть немножко тяжелым, но посильным. Дальше. То, что вам часто бывает очень многим людям лень заглядывать в словарь. Я не понимаю, как вообще такая тенденция сложилась, но кажется, что она повсеместна, потому что нам пишут буквально десятки людей в день, потому что, может, платформа, там очень много людей, и здесь у нас в Инстаграме и в Ютубе, в общем, очень много тысяч людей. Так вот, пишут прям, ни одно слово они не могут перевести. Вот здесь молодой человек какой-то написал, а КПД вы хотя бы могли бы перевести, причем там, ну, хотя бы, то есть абсолютно пренебрежение и невоспитанность, потому что ты хочешь, чтобы вот даже вы могли бы хотя бы написать бы нам бы КПД, ну, можно было бы в Гугле взять мультитран и написать слово КПД, и за одну секунду, гораздо короче, чем эта фраза, нашел бы человек КПД. То есть еще бы увидел как-то фраза, потому что я скажу КПД, это тоже будет аббревиатура, а в словаре будет прям расшифровано, видно будет какой-то род, какое-то число и так далее. Причем же у одного слова будет много разных значений. Например, у слова, я просто слова очень часто одинаковые привожу, например, слово tenir, это глагол, tenir, это часто слышат, как держать. Если бы чаще люди заглядывали в словарь, наши ученики, 10% приблизительно очень прям ленивых, не знаю, слушают они здесь или нет, ленивые люди, скорее всего, совсем слушать не будут меня. Так вот, они думают, что это tenir, а потом в каком-то, это же был глагол tenir, почему здесь фраза начинается с фразы tiens, и далее что-то идет. А потому что у tenir еще может быть значение послушай-ка, как привлечение внимания, или послушайте, или же, например, tenir a, это дорожить чем-то, je tiens à votre disposition, да, или а вот, например, чему-нибудь еще, не могу придумать пример. То есть я дорожу этим, мне это важно. И еще какие-то очень много значений у глагола tenir. Se tenir, это проходить, говорят о каком-то мероприятии, что мероприятие проходит там-то, это se tenir. То есть, прося перевести вам каждое слово и совсем не рассматривая такой возможности с онлайн, словарями, вбить туда этот вопрос, то это лишает вас огромного пласта информации и вообще осознавания, что такое язык. Как я вам сказала, одно слово не будет для вас сюрпризом, что оно вдруг имеет какие-то другие значения. То есть словарями обязательно нужно пользоваться, но нужно с умом. Может быть, некоторым это будет смешно, некоторым не очень смешно, но, например, есть определенные принципы того, как пользоваться словарями. То есть если вы ищете какое-то слово, желательно его написать, например, в инфинитиве. Это можно сначала в гугле тогда забить, если вдруг вы не знаете, какой инфинитив глагол. Но, в принципе, если у вас это слово попалось и программа соответствует вашему уровню, вы должны догадаться какой-то инфинитив. Потому что некоторые слова… Я искала в словаре, но там нет слова, например, слова «ем». То есть человек не искал слово «есть», а искал слово «ем» и был недоволен тем, что в словаре нет слова «ем». Но никто не ищет в словаре, не должна быть форма уже личная, то есть этого не понимают. Или, например, множественное число какое-то начинают искать. Или как-то вообще слово на две части могут излить. То есть нужно понимать, как вообще этим пользоваться. Когда я начинала учить язык, не было вообще иностранного языка. У меня был огромный словарь Ганшина и Гака, который у меня просто до дыр был затерт. И благодаря этому я многое что выучила. Именно благодаря словарю. На словарях можно учить иностранный язык. И для вас как раз вы… А есть ли какой-то список глаголов с управлениями? А есть ещё какой-то список? Как будто у нас там не ученики, а собиратели списков. И вот каждый… Я вот уверена, что большинство людей, которые просят эти списки, они эти списки распечатывают с довольной душой. Кто-то за них этот список создал. Это же ваша работа создавать списки, которые вам будут удобны. Вы можете эти списки, конечно, где-то взять. Но почему бы не рассмотреть такую возможность, что те глаголы и формы, которые вам встречаются, сразу их в свой отдельный список заносить. Тем более такая тема, как вот эти вот «режим» «de verbe» – управление глаголов. Потому что зачем вам на каком-то первом уроке, на первом этапе изучать все глаголы с предлогом «а»? Вам что, заняться больше нечем? То есть всё поэтапно. Но зато вы встретили один глагол, где предлог «а», запишите его себе, составьте, сделайте это вручную и сами. Тогда от этого будет больше результат. Дальше. Проблема. Я не говорю ни на одном иностранном языке хорошо. Это, кстати, очень часто видно по преподавателям, которые преподают 10 языков. Я знаю языки, несколько языков знаю. Я знаю немецкий. У меня когда-то был Ц1 французский. Русский вроде бы знаю. И какой-то у меня ещё был английский. Если честно, вот одним занимаешься языком, двумя, окей. Уже третий, он немножко становится послабее. Но это может быть моя особенность. Ну, в общем, я даже не знаю, хватит ли меня ещё на четвёртый язык знать его хорошо. Потому что я знаю грамматику трёх языков уже хорошо. Но вот четвёртого просто даже... Это так много времени нужно на то, чтобы вот это всё знать. Это к чему веду? Потому что от преподавателей тоже может много зависеть. Когда вам говорят, что можно язык выучить за 15-13, там, 10-17 минут, это значит, что преподаватель не видит потолка. И очень много преподавателей будут говорить, что очень легко выучить язык, что очень просто там какие-то вещи сделать. Нет, язык вообще не один... Если бы это было легко, вокруг вас тысячи людей говорило бы идеально на красивом языке. На любом, на английском, на французском. Язык изучить вообще трудно. Люди учатся в университете по много лет, по пять, по четыре. Конечно, другой вопрос, как они учатся, но они учатся, это является их основной деятельностью. Они больше... Большинство из них ничем не занимаются, то есть не работают нигде. И они после, там, 11 лет школы, потом пяти лет университета выходят и не говорят. Это нелегко. И не потому, что они такие тупые. Нужно просто признать, что язык сложно, точно так же, как сложно говорить... Я сначала с русского языка начала. Красиво говорить по-русски. Некоторым 50, некоторым 60 лет они не умеют говорить на нашем языке. Все, вы должны вот это усвоить, и потом уже какие-то меньше себе ставить цели во французском языке или в английском и так далее. То есть, когда это уже будет направлено, у вас не будет разочарования. И не будет такого какого-то неоправданного ожидания, что это будет легко. Это будет сложно, но это будет приятно, когда вы над собой какое-то усилие сделаете. Это самое важное. То есть, это мы усвоили. Дальше. Я не задумываюсь над тем, я же говорила, про культуру своей страны и культуру вообще в изучении языка, роли культуры. Если вам кажется, что это не важно, это будет большой такой препоной для вашего изучения, поскольку даже культура разных семей отличается. И иногда можно в какую-то очень неловкую ситуацию попасть, потому что вы как-то повели себя, может быть, неправильно, резко или среагировали на какие-то моменты не так. И это то есть даже в рамках одного социума. Что уже говорить, если это совершенно другая страна? Очень много есть разных моментов, которые могут испортить отношения. И когда вы пытаетесь в какое-то общество интегрироваться, лучше о них знать. То есть, когда вы этому будете учиться, вам будет легче продвигаться. И точно так же не будет у вас какого-то такого отторжения от изучения языка, что вот они странные, про французы говорят, что они жадные, что они еще какие-то. То есть, это в основном люди говорят, которые не знают их менталитета. Француз считает, просто умеет считать. У нас, если русский человек, ох, я не считаю деньги, пойдем всем шампанского или пива. То есть, нет, у них такого нет. Он будет считать эти деньги, но это не значит, что он жадный. Если они обсуждают бюджет вместе, это не жадность, они просто умеют говорить о деньгах. И то есть, если вы посмотрите какие-то фильмы с точки зрения критического разума, и это не значит критиковать, а это значит найти плюсы и минусы. То есть, разные, если мы говорим, что французы очень много делают забастовок или еще что-то, нужно понимать их историю, что у них была революция раньше, чем у всех в Европе, что они добились, сделали демократию, когда об этом даже и речи быть не могло. Ладно, потом она стала и разрушилась, то есть, превратилась не в какое-то прекрасное будущее, но все равно они попытались еще в 18 веке. То есть, это все нужно осознавать, тогда мы понимаем, почему французы такие. Этим нужно интересоваться, и если вы не интересуетесь и пытаетесь как-то французский отдельно от французов выучить, это странно. У меня даже есть преподавательница, которая преподает ГИМО, и она говорит, я не люблю французов. Как можно учить французский язык и не любить французов? И как можно про какую-то группу людей, большую, такую сказать, что я их не люблю? То есть, вы видели 10 тысяч людей русских на вашем жизненном пути, и они все такие разные, как можно сказать, что я не люблю русских, или я не люблю мужчин, или я не люблю женщин, или я люблю блондинов и так далее? То есть, это очень странно. То есть, вот такие вот барьеры от себя нужно отгонять подальше. Дальше, следующее, про лень. В моей жизни уже я большой профессионал. Это моя была проблема. То есть, казалось бы, позитивно. Я в своей жизни делаю что-то очень хорошо, я уже профессионал, меня слушают. В общем, я крутой или крутая. Это я таких учеников тоже вижу. Это очень мешает, потому что мне говорят, я вообще-то уже выучила английский, я вообще-то уже на испанском говорю. Мне все равно на каком-то языке говоришь. Что-то олимпиаду в 11 классе, всероссийскую олимпиаду по английскому. Мы сейчас с тобой учим французский, и ты абсолютно ноль, ты ничего не делаешь. Когда, особенно взрослые люди, которые в 30-40 лет приходят учить язык, и они говорят, что они когда-то в 21 год закончили институт с красным дипломом на английском языке. Прошло уже полжизни, и ты тогда работал, и ты выучил этот язык. Прекратил уже на этом концентрироваться, что ты такой гениальный. Вот сейчас ты не гениальный. Ты сейчас не делаешь таких же усилий, как ты делал раньше. То есть вообще, когда вы собой сильно очень гордитесь, чем бы то ни было, это зачастую вредит в новом деле. Вы должны начинать с полного нуля. То есть, конечно же, брать какие-то позитивные моменты и вспоминать, что бы вы сейчас очень хорошо не умели, может быть, вам будет это казаться в каком-то розовом таком цвете, но это ничего сложного в жизни просто так не приходит. То есть это были тренировки, это, может быть, были бессонные ночи, это, может быть, был какой-то дикий интерес к чему-то, вы не замечали, но вы проводили очень много времени, например, на тренировках или за учёбой и так далее. То есть это много времени и много усилий. И если вы вспомните вот это, а не уже результат, чего вы добились, вам это поможет понять, что вам нужно делать. Мы всему учимся одинаково. И, как говорят, накопите 10 тысяч часов какой-то практики, у вас будет хорошо. Может быть, это 10 тысяч часов. Я не знаю, сколько я провела с обучением языка, но то есть это показывает много часов. И это не то, что 10 часов, когда я сидела иногда в телефончик посматривала. Это 10 часов качественной работы. Так что, если вы чего-то добили жизни, вы чемпион Олимпиады по биатлону, ещё чему-то, это не значит, что это хоть какую-то роль сыграет качественную в том, что вы сейчас учите какой-то другой язык или чему-то вообще учитесь. Часто бывает, что человек уже сделал усилия, привык учиться, и он приходит новому учиться, а уже нет силы воли. Это тоже можно понять, потому что сила воли – это ресурс исчерпаемый. И тут, кстати, тоже было право, что у меня семья, дела и так далее. Если в вашей жизни есть много чего-то, что вам трудно делать, что вы делаете через себя, то, скорее всего, если и французский, или изучение языка в вашей жизни тоже является каким-то усилием заметным, то то, что менее в приоритете, будет страдать. Если это в данном случае французский, значит, вы будете плохо учиться. Вот сила воли, она не бесконечна. И даже есть такие опыты, когда людей заставляли какие-то усилия воли проявлять, а потом давали какие-то тесты, например. Ну, то есть там, условно, деткам давали зефирки и говорили, терпи, и будет там тебе счастье потом. Вот кто очень сильно терпел, у него потом какие-то тесты, например, страдали, или какие-то задания не сделали. Вот точно так же. И, кстати, это очень хорошая информация для вас. Если вы это не слышали, можете прочитать книгу, по-моему, называется «Сила воли». Прямо вот так. И там написано, что, например, я это очень чётко контролирую, я себя никогда не мучаю сильно. То есть если мне чего-то уж очень не хочется, или если я очень сильно устала, я лучше прилягу, или там посмотрю какой-нибудь тупой сериал, но я не буду себя ещё сильнее добивать, потому что потом я не буду делать все дела, которые мне тоже важны. Для меня важно отдохнуть, вот эту силу воли опять восполнить, что окей, здесь я расслабилась, съела мороженку, съела пироженку, полежала, и вот можно опять. Сила воли как бы у меня пополнилась. Дальше я же делаю. Вот эти моменты нужно контролировать, и силу воли не исчерпывать. Нельзя делать только то, что сложно. Это вообще практически невозможно, и долго точно не будет. Далее. В моей жизни нет ничего такого, что я умею делать хорошо. Это худшая проблема, хуже проблема, чем предыдущая. То есть это если действительно бывают такие люди, которые ничего не умеют делать. Я не знаю, есть ли среди вас такие, надеюсь, что нет, но может быть вы заметите среди своих знакомых. Ну вот то есть какая-то, например, у них работа, институт какой-то они закончили, но работают не по профессии, вроде забыли всё, что было в институте, а та профессия, которая сейчас у них есть, это в принципе может повторить любой человек, не учась. Ну так, условно, я даже не знаю, чтобы никого не обидеть, даже, не знаю, ботинки чистить. Хотя, мне кажется, классно чистить ботинки, тоже нужно уметь, также надо в тканях разбираться и так далее. Ну вот то есть сколько времени, занимая в среднем то, что вы умеете, вот чтобы передать это. Если это совсем короткий такой промежуток, то есть вы заменимы, чувствуете, что вот любой вот придёт на завтра и вас заменит. Например, консьерж, мне кажется. Вот деятельность человека консьерж где-нибудь, где никто не ходит ещё к тому же. Вот то есть когда ничего не умеет, то есть и никогда ещё не умел прям так хорошо делать, получается у человека нет опыта и ощущения того, что значит мастерство. Причём, знаете, это не только на профессии может быть. Человек может не иметь никакой профессии, но он может быть хорошим психологом, и к нему будут люди ходить, психологом непрофессиональным. К ним будет ходить очень много людей, и просто этим людям будет с этим человеком комфортно и приятно, и когда у них проблемы, они будут к ним приходить. Человек будет чувствовать свою нужность. Это тоже может быть не только на профессии знания. Вот то есть никому не хочется идти, а вот к нему хочется, чтобы вот как-то с ним поделиться и знать, что он всё разрулит. Так вот, это человек, который вообще свою нужность и полезность не чувствует. И тогда получается, что он, во-первых, не ценит всё, что вокруг творится, не может оценить труда ни одного человека, ни преподавателя, ни какого-то материала и так далее. И он сам не понимает, к чему он стремится, потому что он не чувствует, что такое вообще вот этот потолок. Для него это неосязаемо. Если вы вдруг такой человек, то смотрите на других, анализируйте, как вообще другие люди учатся чему-то, и возьмите себе кого-то в пример. Пример должен быть, в принципе, достижимым, но я считаю, что если вам... Даже я не знаю, какую поставить такую вот границу, потому что когда я начала учить язык, мне было сколько? 15 лет. А в 19 лет мне сказали, что я уже очень хорошо говорю и лучше, чем многие. То есть это 4 года. Я, правда, очень хотела до этого ещё 10 лет, но вот то есть я горела-горела этим и начала учить. То есть за 4 года можно добиться очень большого результата. Это вот на моём примере. Я знаю, что некоторые люди ещё быстрее учат языки. То есть вот, опять же, вы берёте себе кого-то в пример и думаете, вот за сколько он выучил или какого я хочу уровня достичь. И ставьте себе вот. То есть начинать никогда не поздно. Если бы вы начали год назад, вы бы уже были на год вперёд, да, вот по своей такой вот задаче. Так что дальше. Мне часто скучно. Скучно – это вообще огромная проблема. Я была на разных уроках, на разных лекциях. Бывают лекции, вот очень-очень интересно, а человеку скучно. Знаете, что я по этому поводу думаю? Что скучно – это потому, что зацепиться не за что мысли. Чем больше вы знаете в мире вообще, тем меньше есть ситуации, когда вам скучно. Я не говорю, а если какая-то прям зануда говорит, преподаватель читает с листочка, это, конечно же, может быть скучно. Но так, если действительно в Вите вокруг вас, смотрите на других людей, вот эту эмпатию надо развивать. Если вы видите в зале или, например, даже по лайкам, по комментариям, вы видите, что что-то интересное, а вы слушаете, и вам кажется, что скучно, ну, с иностранным языком не знаю, там всё-таки более очевидно, но бывают какие-то там физика или какие-то ещё науки бывают. Если вам скучно, значит, это вы не дотягиваете, скорее всего. Потому что когда вы уже вылавливаете какую-то, я уже это слышал, я уже это знаю, а что бы вокруг этого больше узнать? То есть вам уже не скучно. Если о каком-то вообще предмете, который вас не касался, вы слышите, ваша мысль ни за что не цепляется. В общем, вам абсолютно всё равно. Так что развивайтесь больше, больше слушайте, и будете видеть, как вам интересно. И вообще скука – это даже какая-то степень агрессии. Если вы всем видом показываете, что вам скучно, то зачем вы это делаете, прежде всего, для себя? Неважно, что кто-то оскорбится. Вы должны эгоистично жить. Зачем вы показываете эту скуку? То есть если вам реально скучно на мероприятии, встаньте, уйдите и занимайтесь чем-то интересным. И это не значит, что вы должны лечь на диван и что-то делать. Сделайте действительно что-то полезное для себя. Это раз. А если вам скучно, потому что вы действительно дотягиваете до этого уровня, сделайте всё, что вы дотягивали. Сделайте так, посмотрите на других людей, как им интересно, задайте пару вопросов, и вы увидите, у вас же есть всегда шанс. Или я буду ныть, что мне скучно на лекции, или я возьму от неё вот всё, что можно взять. Может быть, не 100%, потому что я ещё не дотягиваю, но 50 я возьму, а может быть, я возьму 55, а может быть, я возьму 60. То есть ваша задача – не испытывать эту скуку, она тоже от вас зависит. Далее, что у нас тут? Я считаю… А, я учу язык уже 6 месяцев, но не могу даже пару раз сказать. Есть тут такие люди, потому что как можно вообще так учиться? Значит, у вас, во-первых, всё очень хаотично происходит. Это как нельзя сказать две фразы? За 6 месяцев можно выучить тысячу слов, точно выучить спряжение, точно выучить отрицание. Это уже пару фраз. Но бывают такие люди, которые говорят, я вообще ничего не могу сказать. И они говорят, преподаватель плохой. Ну как преподаватель плохой? У тебя даже учебники есть, даже если преподавателя не было. Была какая-то история, когда человек зашёл с книжкой в окопу, вышел и говорит на языке. То есть анализировал там синтексис, анализировал ещё что-то. И, в общем, понял, как этот язык функционирует. И, в общем, даже знал. И там уже какие-то детали нужно было выучить. То есть как это так нельзя знать язык за 6 месяцев? Я вижу по своим ученикам, некоторые постоянно ноют. У меня, например, есть марафон по пассе-композе. Марафон по пассе-композе, я не помню, там то ли 10 уроков, то ли 13. Я так подробно пассе-композе в жизни никогда не объясняла. Почему? Потому что, когда я на уроке в жизни сижу, нет у меня возможности сделать 13 уроков пассе-композе. Он в учебнике у нас есть маленьким кусочком? Ну, не маленьким, там может быть несколько стратегий. Ну, 2 урока я объясню. Ну, 3 урока я объясню по пассе-композе. Ну, поделаем мы упражнения. Ну, чтобы 13 уроков, и чтобы, знаете, так, каждый... Я там объясняю сначала, как глаголы первой группы образуют пассе-композе. Потом, как глаголы второй группы образуют пассе-композе савуар. Потом, какие у нас противопоследствия третьей группы. То есть вот так 13 уроков. Есть такие люди, никак не пойму пассе-композе. И вот уже тут всё сделано, и ты видишь, что человек неаккуратно просто делает домашние задания. Или просто ставит плюсы. А потом говорит, что он не выучил по пассе-композе. То есть это от вас зависит. За 6 месяцев можно выучить язык до B1 точно. Любой язык. B1-то не такой сложный уровень. Можно выучить. Опять же, на уровне грамматики. На уровне лексии, конечно, если вы хотите знать много-много различных деталей, до уровня B1 можно за полтора года дойти. Это будет очень хороший уровень B1. То есть к этому можно стремиться. Дальше. Я считаю себя слишком умной, чтобы говорить короткими фразами, поэтому молчу. Это вообще непонятная тактика. Всё, что молчу, это всё равно, что сказать. Я сейчас не буду бегать какие-то 100 метровки или по километру. Я сейчас чувствую в себе силы и сразу побегу в марафон. Если вы себя тоже не насилуете, каждый раз делайте маленькую фразу. И это вот такое обучение концентрами. И нужно понимать, что не учите, кстати, отдельные фразы, а скажите, например, вы учите глагол «есть». «Je mange». Вы учили «je mange». «Я ем». Кому-то можете сказать «tu mange». «Ты ешь». Потом вы учили отрицание. «Je ne mange pas» или «tu ne mange pas». И вот вы уже можете сказать «я ем», «я не ем», «ты не ешь». Это уже достаточно много. Потом можно сказать, что «je mange хорошо», «je mange bien». А можно потом сказать «je ne mange pas bien», «я не хорошо ем». Или можно сказать «je mange de la... des légumes», «я ем овощи». «Je mange des légumes», «je mange des tomates» и так далее. То есть можно перечислить различные... Вот у вас уже фраза «я ем овощи». Можно потом эту фразу как-то распространить, что, например, «часто я ем овощи». Выучить слово «часто». «Souvant, je mange des légumes». И вот так понемножку расти, чтобы был какой-то центр, чтобы был какой-то смысл ваших фраз. А не отдельные слова. Я как раз-таки сейчас тут смотрела Шуман до нашей лекции. Решила посмотреть, что он там какие-то делает свои комментарии по событиям. И как раз-таки она говорит. И реклама какая-то вышла, бывает. И, в общем, молодой человек учил всех слово «колодец» на английском. И он говорит «выучьте слово «колодец». Я, по-моему, выучила. Это «well». И там человек какой-то и «колодец». Представьте странного человека или какого-то гиганта и «колодец». И, в общем, картинка, и человек прыгает на колодце. И он говорит «повторите». «Well, well, well». Ну и выучила я слово «колодец». Я даже не представляю приблизительно, когда в своей жизни я употреблю слово «колодец». Вот просто слово «колодец». И это надо идти где-то в Лондоне и сказать «о, колодец». Ну, то есть, это вообще очень странно. А такие фразы, которые «я ем», «я не ем», «я часто ем», это действительно может с большей вероятностью вам пригодиться. И можете, например, другие какие-то глаголы сказать, там, начинать. «Cомменсе». «Je commence». Я начинаю. Например, «je commence» и какую-то дальше фразу выучить. Я начинаю учить французский. «Je commence à apprendre le français». Вот вы и предлог еще выучите, что начинать учить что-то – это «commencer à». То есть, в каких-то таких смысловых единицах, и потом можно маленькие диалоги составить. «Qu'est-ce que tu commences?» Что ты начинаешь? Ну, может быть, он не такой естественный, но все-таки. «Je commence à apprendre le français». Я начинаю учить французский и так далее. То есть, сразу пытайтесь это в речь как-то вытянуть. И представляете, если вы по два-три маленьких диалога будете выучивать, например, в день или раз в два дня, сколько всего у вас накопится за шесть месяцев? Это же просто невероятно. Потом вы выучите это в настоящее время «je mange», а потом выучите, что глагол «aller» – это будущее время. «Я собираюсь сделать что-то». И это плюс инфинансив. «Je vais manger» – «я собираюсь есть». «Tu vas manger» – «ты собираешься есть?» Вот уже можно и вопросы задавать. Интонацию «je mange» – «ты собираешься есть» и так далее. То есть, вот таких фраз чётких можно выучить очень много. Далее. Я считаю себя слишком умным, чтобы говорить «а, это вот только что я ответил». То есть, надо начинать с маленьких фраз, чтобы потом уже это в длинное что-то перерастало. И это, кстати, очень полезно для того, что, когда кто-то вроде бы выучил очень много грамматику, он знает, например, правила, вот эти вот лексические, очень много лексик он не знает. И получается, человек говорит «я сразу пойду на уровень B1». И представляете, он вроде бы грамматику знает, он все спряжения знает, он ещё много чего знает, но он не может сказать лёгких вещей. И было бы, конечно же, проще с его уровнем даже вот эту грамматику всю в речи отработать. То есть, не учиться говорить в настоящем времени бегло с такими словами, как «экологический след» или, например, «независимость», а учиться лёгко «я ем, я сплю, я обедаю, я встаю, я ещё что-то делаю». То есть, вот на таких словах нужно научиться говорить. Если потом человек разговорится, и у него грамматика будет там расцветать и так далее, он уже может прийти на другой уровень. Но вряд ли, потому что всё равно процесс весь достаточно такой однородный, постепенно идёт. То есть, с лёгкого к сложному. Дальше. Страшно показаться глупым? Если честно, вот от этого нужно избавляться. Что такое глупый человек? Глупый человек, кстати, это тот человек, который очень сильно зажимается и очень сильно боится показаться глупым, и это все видят. То есть, не надо бояться глупым быть, и вопросы нужно задавать постоянно. Те люди, которые задают вопросы или что-то не поняли, они наоборот зачастую, если это прям действительно в точку вопроса, они зачастую наоборот более умными. Они, значит, более подробно слушали, значит, у них больше внимания и так далее. То есть, задавайте вопросы, пытайтесь их понять. Но опять же, не всегда нужно их задавать, нужно иногда подумать самому, какой результат от какого-то предложения, какой-то анализ нужно сначала сделать, а потом уже задавать умные вопросы. Даже если это будет глупый вопрос, умные по факту того, что вы задали его, и что вы заметили то, что другие не заметили. И когда у человека что-то плохо получается, ну никто не думает, что он глупый, особенно в иностранных языках. Сами посмотрите вокруг вас люди, кто у вас большую, более такую позитивную восприятие вызовет. Человек, который пытается или который молчит и ничего не делает, вы подумаете, вот он еще заплатил уроки с деньги, пришел в группе и боится что-либо сказать. Или вот если индивидуальное занятие. Нет, попытка это всегда лучше, чем молчание. Дальше. Часто бывает, что вы реагируете смехом или улыбаетесь. У меня такие ученики бывают, действительно, я у них что-нибудь спрошу, а не сразу у них вот такой смех. На французском это даже называется «рир жона», желтый смех, то есть смех без причины какой-то признак дурачины, честное слово. Это у вас какая-то реакция может быть защитная, это реакция может быть какая-то нервная. Когда вы смеетесь просто, получается, что какая-то пауза возникает, и иногда даже я как-то обращаюсь к человеку, он не слышит ничего, как-то он может быть какая-то глухота такая, я вот не шучу. Просто человек закрывается, и он смеется в этот момент. И у меня таких учеников есть, ну не знаю, может быть, 2 на 20, сколько это получается отношений, 1 на 10. 10% бывает таких учеников, которые смеются. Не должно быть ничего смешного, вы должны быть как губка на уроке. Что мне сказали, я это должен впитать, я должен быть внимательной, и вообще в процессе обучения ни один вопрос не может быть смешным. То есть это может быть на уровне юмора смешным, но вот по форме никаких смешных вопросов не бывает. Далее, трудно, не любите тишину. Любите тишину, не пытайтесь, очень много шума создается, когда человек говорит или глупость какую-то, не подумав, потому что ему кажется, что его кто-то поторапливает. Или какие-то просто звуки идут, а, э, о и так далее. Запишите себя на аудио тогда. Умейте молчать, дышать как-то, это будет, во-первых, приятнее вам общаться, а во-вторых, вы сами себе лишний раз вдохните, а потом что-то говорите, продолжайте. И не бойтесь думать. И своему преподавателю, есть преподаватели, которые прям перебивают. Вы ему говорите, подождите, я подумаю, мне одну минутку нужно. Ну, конечно, на языке скажите. И сформулируйте свою мысль. Чем у вас этот механизм больше будет разработан, что вы думаете, тем вам будет проще и быстрее это все будет развиваться. Дальше вам трудно сидеть на месте 60-40 минут. Слушайте, ребят, если трудно, я это понимаю, начните с малого количества времени, но увеличивайте. У вас всегда должно быть по нарастающей. Если ничего не меняется, значит вы деградируете. То есть у нас есть только два пути, или вперед, или назад. Вот застыть нельзя в изучении языка, даже в знании языка нельзя застыть. Мы можем только вперед, если вдруг мы остановили движение вперед, мы сразу идем назад. То есть вы это должны запомнить. И тут трудно усидеть, начните с 10 минут, начните с 20 минут, но каждый раз увеличивайте это количество. Дальше, по поводу того, что я подписался на 10-20 аккаунтов. Вот я не знаю, понимаете ли вы это, нет, но то количество аккаунтов, на которые вы подписались, не является, в качестве не перенастет. Вот. И еще нужно, конечно, знать, на какие аккаунты вы подписались, потому что иногда бывает какая-то абсолютная чушь. Нужно быть уверенным, что там правильно преподает. То есть вот я сегодня высылала, мне пришла реклама английского языка, и там было 7 видов того, как нужно сказать, бармен. Причем из этих 7 видов это говорят только, мне кажется, один. Зачем еще 6 разных вариантов того, как сказать, бармен, человек? Я даже пошутила, сказала, если бы я на русском составляла такой список, я бы сказала, как сказать, там, несколькими разными способами ждать на русском. Это «чаить», например, «погождать» или «погодить» глагол. Какие-то такие глаголы невероятные. Или, например, «згадать от нетерпения». Вот такие вот. Зачем человек, который только учит язык, вот эти вот нюансы, которые не употребляются? Я сейчас «погоди, погоди», мы же так не очень часто говорим, иностранцу это не первая необходимость. И слово, чтобы в голову забивать этим. Потому что вы тоже беспокойтесь о своей голове. Столько всякой информации вокруг, что ваш мозг защищается. И вам нужно фильтровать информацию, которую вы себе пропускаете в себя, в свой мозг. Потому что он, если ее будет слишком много, он будет все это отторгать. Пусть она будет очень-очень отфильтрована и выборочно, так, селективно. Дальше. Что у нас тут? То есть аккаунты выбирайте с умом. И, опять же, не надейтесь, что если вы подписались, что вы будете хорошо знать язык. Многие из ваших знакомых знают, что французский. Прекратите болтать, что вы учите иностранный язык, если нет никакого результата. Конечно, некоторые говорят, я сейчас всем расскажу, я там... Будут все знать, будут делать какие-то сторис и так далее, и тогда это будет меня поддерживать. Это работает с очень маленьким качеством людей. Вам нужно хотя бы чуть-чуть заниматься самому, привычку эту выработать, а потом уже объявлять миру о своем решении войти в мир иностранных языков. Это даже смешно. У меня есть несколько знакомых в моих подписках, и они каждый раз то они начинают 300 дней заниматься прессом, то они 300 дней начинают сидеть на диете, то они еще чем-то. И вот как-то там на дне, в лучшем случае, 20-м, это все уходит. И думаешь, ой, опять какой-то челлендж начался, мир делает. То есть это очень интересно. Дальше, что у нас? Уже про тетради пособия рассказала, что не тратьте деньги с умом и время, и деньги, и на пособия эти. Не надо покупать все пособия в мире. Купите одно, сделайте его до конца и выбирайте другое. Дальше. Мини-курсы и марафоны. Это круто, это может быть эффективно, если вы знаете, марафон настроен на какую-то конкретную проблему. Я свой марафон делаю именно под тот запрос, который бы мне самой кученицам нравился. Проблема у меня с пассе-композе. Я хочу сделать, вот все нюансы знать по пассе-композе, и если есть такой марафон, я его сделаю. Я не знаю субжунктива. Вот у нас марафон, там 22 урока, я сделаю марафон по субжунктиву, но просто какие-то марафоны делать, которые не приведут к какой-то систематике, это только добавлять каши. Сразу в голове себе отмечайте, каша у меня в голове дополнительно возникла, или у меня по полочкам что-то разошлось. И вообще марафоны – это всегда дополнение к чему-то системному, которое вырастает в какой-то большой результат на перспективу. То есть, а перспектива – это хорошее знание языка. Ну, конечно же, марафон можно сделать лексически, то есть, например, узнать виды одежды. Но вот для меня это нужно ли проходить марафон, чтобы сделать все виды одежды? Это, опять же, трата денег и времени. Можно взять в гугле, найти все виды одежды, которые вас интересуют, и посмотреть, как они переводятся. Форва, можно посмотреть, как они произносятся. То есть, я не знаю, надо подумать над этим. Дальше, следующее. Вы всегда на уроке сидите в телефоне и переписывайтесь, об этом я не буду говорить. То есть, если вы пришли на урок, уберите телефон. Вы сами, особенно если вы заплатили за урок, да если даже не заплатили, вас это отвлекает. Вы и так не особенно самые внимательные в мире. Уберите, выключите его, поставьте наивый режим. Он вам не помогает. Следующее. Я учу французский по песням. И тут я вышла… Как люди учат французский по песням? Я всегда предлагаю ученикам слушать песни, но это не учить, а это, знаете, когда ничего не хочется делать, послушать песенку и привыкать к французской речи. Это полезно. Но, например, я тут нашла песню как раз-таки, вот вокруг меня снежинки, Ольга Бузова. Я ввела реально самые популярные песни на русском языке. И вот, снежинки падают, падают к нам в руки. И мне с тобой так хорошо и некогда скучать. Салюты тают, тают. И ни минуты терять не будем, мы будем танцевать. Какой уровень можно достичь, выучив эту песню? Или, что чудо случится, мы будем веселиться, чудо случится, Новый год стучится. Вот такая песня. То есть, группа Карадаш, наверное, или это человек, песня «Привет», я не читала. Ну да, наверное, мой скутер не «Бенц», но я хотел бы прокатить на себе твой взгляд, твой смех. Ты знаешь, «Привет», ну да, наверное, мой скутер не «Бенц». Я тут потеряла линию изложения, но все равно я подкатил бы к тебе, и раз уж вышла, я уже здесь, «Привет». Да, в общем, как учить французский язык по песням, или какой бы то ни было язык по песням, странно. Песню вы можете брать и в изучение как-то интегрировать, если ваш преподаватель дал вам какую-то тему, и по этой теме есть песня. Например, я преподаю тему поезда, ну то есть вот транспорт, вагоны и так далее, и я даю на уровне А2, по-моему, или на уровне Б1, я не помню, песню «Гран Курмаляк», которая называется «Ле вояжи антран», «Путешествия на поезде». И там этот артист, певец, дает метафору такую, путешествие в поезде, как любовь. И он вот, ты сам должен выбрать свое купе, это будет первый класс или второй, но он говорит о своих отношениях. Или когда, например, ты садишься в новый поезд, то есть это как-то, когда ты начинаешь новые отношения, твои друзья остаются на перроне ждать. То есть вот такие какие-то моменты, и там интересна лексика, то есть все вот эти вот моменты, они проработаны. То есть это вроде бы и песня, но лексику мы нашу ключевую видим. И причем и у него и дикция хорошая, и у песни есть смысл, то есть это приятно слушать. Дальше. Вы часто злитесь на французский, на сложные числа. Как можно вообще злиться на язык? Я прям вижу людей, которые очень злятся. Вообще там дальше тоже будет много про агрессию и про зло. И если вы злитесь на людей, если у вас какая-то агрессия возникает, это нужно контролировать. Это очень, это, во-первых, для вас плохо, а во-вторых, это верх невоспитанности проявлять свою агрессию на чужих людей, на которых вы не знаете. Потому что мы на платформе, и здесь в социальных сетях мы слушаем очень много различной агрессии. То есть это даже вот, это все равно, чтобы человек очень громко наорал на кого-то на улице. Вот так. Не должен вызывать язык. Если вам что-то непонятно, ищите проблемы в себе. Почему непонятно? И отвечайте на вопрос. Как много я пытался времени провести над тем, чтобы проанализировать. Бывают же разные люди. То есть я к тому, что есть такие люди, которые берут язык, который умер, представляете, по которому нет никакого учебника. И они сидят над ним, корпят, и потом как-то расшифровывают этот язык, понимают, что там было сказано. Вы не в такой даже ситуации находитесь. Эта ситуация, вам уже что-то объяснили, вам дали правило. Представляете, что я, в принципе, уверена в том, что я объясняю лучше, чем очень многие, большой процент преподавателей. И когда что-то, что-то не понял, и начинает очень агрессивно, что и время плохое, и не туда, в общем, и все не так. То есть это неправильно. Над собой поработать, опять же, это же зависит ваш успех. То, что вы позритесь или что-то скажете, до меня это, кстати, может вообще не дойти. Вы пострадаете только от этого. Никто вообще не пострадает, что вы будете вот на себе волосы рвать. Потому что кажется иногда, что люди там лбом бьются, а компьютеры уже разбили, все. Дальше. Вас много критикуют. Нельзя вообще слово сказать нашим ученикам. Опять же, ученики, которые учатся у нас офлайн, в основном мы их видим, хорошо общаемся. А на онлайн люди, наверное, привыкли, что они не видят, точнее, их не видно, и они могут себя вести как угодно. То есть такие иногда бывают выпады агрессии, что вдруг им сказали, их часто исправляют. Особенно на фонетике. Сегодня тоже комментарий мне прислали, что девушка три раза. Я не знаю, что за девушка. У нас задание есть. Если вы задание не присылаете на фонетике, там курсы 100 уроков, не марафон даже, это курсы фонетики 100 уроков. И там на каждом уроке нужно присылать задание. А задание это и стихотворение. В каждом уроке есть 100 стихотворений. И скороговорка, 100 скороговорок. И еще бывают какие-то фразы. Не то, что бывает. В каждом есть фразы на какой-то определенный звук или на интонацию. Это все нужно записать и прислать. И мы это слушаем и не пускаем дальше, если звук не отработан. Я помню, что я на курсе фонетики, когда была в институте на первом курсе, меня месяц не пускали, меня чуть из института не выгнали на сессию. Дальше не пропускали, потому что мне не получали звуки. Тут человека не пускаешь, потому что, во-первых, только зашел на курс, он сразу сделал урок и хочет дальше идти. А это курс не где смотреть надо, а где нужно говорить. И он такой же, как в институте у нас. Только я другие фразы сделала, свои придумала и так далее, примеры. Но в принципе он по сути как университетский, чтобы была хорошая фонетика. И там нужно очень скрупулезно работать. И люди прямо, что вы меня не пускаете, я дальше хочу идти, но нет у меня возможности записывать. Или если, ну не получается у меня, так работай дальше, записывай дальше. В общем, какая-то такая агрессия, что у него не получается, а мы должны его дальше проверить. Но это же нормально, что в институте кто-то не сдает экзамены, его дальше в институт не пускают. То есть это нормально, что не дают дипломы, если вдруг человек не закончил курсы. Почему такое пренебрежение, например, к каким-то отдельным деятельностям, и для того, что это курсы французского, но мы не обещали какой-то легкой такой вот задачи, что пройдите, просмотрите 100 уроков фонетики. Уж как вы будете там заниматься, так и будете. Нет, это урок и курс с контролем. Дальше, то есть то, что вас критикуют, не будьте такими, как сказать, ранимыми, а критику воспринимайте адекватно. Тем более, что если вы пришли на курс, где вам хотят, в принципе, только добра, а не критиковать, и не ждите, что вас будут хвалить. Времени мало. В основном, кстати, еще ругаются те, у кого даже нет премиум-версий. У нас есть несколько видов. Мы везде даем фидбэк. Даже на обычной версии мы даем фидбэк, иногда более короткий, чем на версии, где за домашней работой с проверкой. И человек вроде бы, видим, хочется ему дать какой-то фидбэк, и коротко пишем ему, а он ругается. Ну то есть тогда получается, что никакого фидбэка лучше не писать. То есть это странно. Для меня это я никак не могу проанализировать. Дальше. Вы много критикуете себя. Мне кажется, люди какие-то... У нас, может, это российское, я не знаю, я просто в других странах не встречала такого, и с другими друзьями своими. Нам как-то стыдно говорить, что мы умные. И это как-то даже поощряется, что я говорю, что я дурак. Я не знаю, понимаете, о чем я говорю или нет. Ну то есть получается, что заявить о всем, что я глупый, и что-то не понимаю, становится вроде бы как бы даже не стыдным, а человек гордится тем, что он такой шаг сделал. Но я вижу людей вокруг себя, которые считают, что он как бы признал, что он тупой, и с него ответственность за процесс обучения снимается. Мне кажется, должно быть стыдно за то, что ты говоришь, что ты на что-то не способен. При слове, что человек уже часто говорит нормально на русском языке, потому что он уже к нам пришел в школу, занимается иностранным языком, это уже не самые необразованные люди. То есть он уже хорошо говорит на языке, он уже какое-то образование получил, у нас в основном люди с высшим образованием учатся. И как он такую себе цель поставил, но заранее признал, что он проигрывает, у меня не укладывается в голове. Никогда не нужно признавать, что вы глупый. Не то, что признавать, это не так. Когда вы говорите, что вы глупый, тогда как бы даже забыла русское слово, you mean it в английском, то есть вы должны это именно осознавать стопроцентно. Когда я говорю, что я глупая, значит я действительно думаю, что я глупая. Если я не думаю, что я глупая, не говорите этого. Это же все слышат люди, вы себя тоже программируете, это не должно быть так. И чаще нужно себя хвалить. Опять же, нам не важно чужое мнение, нам важно, чтобы мы себя любили, чтобы мы себя хвалили, чтобы мы собой гордились. И когда у вас в жизни вот так будет, что вы собой гордитесь, все складывается, вам не будет важно, что другие люди думают. Вы будете уже самодостаточны, вы к этой самодостаточности стремитесь и в изучении языка. Дальше, все плохо работают. Вот это двойные ценности. К нам часто очень, опять же, пишут, пишут и хорошие люди, просто я не буду о ней говорить, у нас сегодня такая негативная тема. Пишут, что все хорошо, все классно, никогда не видели такого организованного курса, все так четко по полочкам. В общем, комплименты нам сыпется тоже очень много. И причем всегда в высшей степени, что за многие года, вот сегодня тоже отзывы прямо перед вами читала. Никогда такого не лучший в мире преподаватель, не про меня даже. Сегодня писали про Марию Михнову, по-моему. Мы просто делаем сайт, и мне присылают отзывы. Вот, то есть всегда в суперлативе таком. Но пишут ли другие люди, причем у которых очень плохо что-то получается, они нас постоянно критикуют. И платформа неудобная, и платформа непрактичная, и что-то там упражнение нелогичное. Причем, знаете, мне хочется всегда задать вопрос, если вдруг среди вас такие, что вы в своей жизни делаете на таком же уровне? Потому что мне кажется, мне хочется посмотреть, что вы вот так вот... Потому что платформа, то, что мы сделали, и наши курсы и так далее, это же просто тысячи часов работы, профессиональной работы. Если я в ком-то там не уверена, но я уверена, в каждом из наших преподавателей, которые делали курсы, занятия, у них идеальный, очень... Не идеальный, но окей, у них очень высокий уровень французского, лучше иногда, чем у носителей. Мы там все скрупулезно просматривали. Опять же, может быть, какие-то недочеты и так далее, но это... Везде это... Покупаешь очень дорогую книгу, какую-нибудь New York Times, и там будет отпечатка. Это случается. Но когда вот столько критики, и вот выискивание того, что не получается, то есть, опять же, подумайте, вы этот негатив выливается на чужих людей, у вас негатив возникает по отношению к обучению и процессу тому, что происходит. Нам... Вот что-то пишут, например, у меня плохой акцент, например, могут писать, или что я вообще какой-то хаос несу в массы, или что платформа, ну, вообще какая-то глупая, и так далее. То есть я... Это не конструктивная критика, я вообще на это внимание не обращаю. Но если вы действительно хотите добиться результата, сделайте то, что... Какую-то конструктивную критику предложите, или попробуйте сделать что-то и продумать, как бы вам было комфортнее. То есть тогда это будет движение вперед. А просто критиковать людей, то есть мне кажется, это трата времени, причем ваша. Дальше. Зависть и негатив, обида и вымещение. То есть когда вообще очень сильно люди... Вот вы завидуетесь ли кому-то? Не завидуйте никому. Вы не знаете, как человек этот вообще добился свой результат. Это может быть и финансовое состояние, это может быть и внешность, это может быть какое-то образование, знание. Ну, мне кажется, из всего вот этого знание легче всего зарабатывается. Я другие вещи не особенно пыталась как-то, у меня не было таких целей. Но вот знание, мне кажется, достаточно легко. Бери книгу и читай ее. Вот и когда говоришь, что нет времени, тогда скажите, сколько дней, сколько за последние дни я просидел в интернете, сколько за последние дни я просидел просто на диване, ничего не делая, сколько я провел в глупых разговорах. Неужели не найдется часы или двух на прочтение хорошей книги или какого-то, например, там, не знаю, небольшого курса, кусочка курса и так далее. То есть знание, если сегодня вас очень злит или вы сильную зависть испытываете по отношению к тому, что имеет другой человек или умеет, в ваших абсолютно руках начать это делать именно сегодня и завтра вы уже будете делать лучше, чем сегодня вы же делаете, сравниваете с собой. и кто бы что не говорил, научиться всему можно достаточно быстро при систематичной, регулярной и такой вот концентрированной работе. Захотите вы похудеть, если вдруг вы хотите худеть, через год вы будете худым, если вы будете правильно питаться и будете заниматься спортом. Захотите вы знать и французский, и каждый день заниматься, и через какое-то время вы будете говорить на французском лучше, чем вы говорите сегодня. «Ой, я хочу выучить быстро». И вот ты уже 10 месяцев хочешь выучить быстро. Если бы ты хотел выучить медленно и начал 10 месяцев назад, ты бы уже был на 10 месяцев вперед в своем обучении. То есть вот об этом нужно думать. И никогда вообще по отношению к чужим людям, что они имеют или умеют, вообще зависть нужно себя искоренять и стремиться. Если вам вот такие негативные эмоции возникают, значит, вы чувствуете в себе потенциал, что вы могли бы это уметь или иметь. Значит, наоборот, на этого человека нужно посмотреть, как он так смог и пытаться повторять. И чтобы вот это зависть, это же тоже внутренняя такая черная, значит, это нужно себя искоренять. То, что вы ведь вечером потом не будете спать, вы будете сидеть там, я не знаю, и так далее, то есть, или выпивать, что кто делает, когда сильно завидует. То есть это прежде всего, человек, который это делает или умеет, он даже не знает о том, что вам очень завидно. Так что исправляйтесь. Зависть — это, мне кажется, очень плохое чувство. Дальше. У вас очень много забот, я уже сказала. Все познается в приоритетах. Есть очень много людей, которые в разных жизненных ситуациях, даже вот этот вот Ник Вуич, который без рук, без ног, там, руки, по-моему, у него есть, я уже не помню. То есть, по-моему, рук-то у него нет. Он столько всего умеет, он откуда-то прыгал. Я таких мест не прыгала, хотя я, вроде, люблю какие-то экстремальные штуки. То есть он, кто бы сказал, что человек в таком положении может столько всего осуществлять. То есть нет никаких пределов. То, что вам хочется иногда больше поспать, вам иногда больше что-то хочется поделать. Опять же, многие прикрываются детьми. Неужели можно же с ребенком что-то вместе поделать? Это раз, если уж вы так стремитесь к изучению языка. А во-вторых, нужно проанализировать, как качественно вы вообще с детьми своими время проводите. Некоторые закрываются, что я с детьми должны время проводить, а сама сидит в телефоне и ничего не делает. Вроде бы с ребенком время проводит. То есть это иногда бывает очень... Забыла слово «ипокрит» во французском, а в русском это «подскажите мне, забыла». Дальше. И никто мне не подсказывает, то есть лицемерно вспомнила, то есть не прикрывать. И опять же, то, что вы будете говорить, ученики, у меня все плохо, у меня много забот, мне вообще все равно. Я французский выучила. Я выучила четыре иностранных... Нет, три иностранных языка и говорю на них отлично. Мне все равно, какие у вас проблемы. Не снимет с вас... Вот если вдруг возможно было бы, что я французский имплантировала бы вам в мозг, то я бы вам, конечно, бы кусочек из жалости дала. Но такого не получается. Как бы вы не жаловались на жизнь, лучше язык вы изучать не будете. Так окей, не тратьте время тогда на жалобы, а изучайте язык вот в то время, которое у вас было. Объем изучения остается независимым от обстоятельств одним и тем же, в зависимости от вашей цели. Так что на это внимание не обращайте. И вот по программам тоже хотел сказать. Программы желательно, чтобы были логичны и желательно, чтобы преподаватель, который вам преподает, прошел путь с нуля и до конца. То есть он знает весь этот путь. И вам, конечно же, иногда сложно оценить, хорошо ли знает преподаватель язык, но обращайте внимание на то, как он говорит, сравнивайте с другими, желательно теми, кто говорит, носителями и так далее. И для себя всегда отмечайте. Вот несколько вы хотите, потом сделаю отдельно по преподавателям, потому что я преподавателям тоже преподаю, как нужно делать это. Если ваш преподаватель в частном или в групповом занятии очень много говорит, а вы говорите мало, если ваш преподаватель вас не дослушивает и не дает вам вообще сосредоточиться, это плохо. Если ваш преподаватель как-то сумбурно что-то рассказывает и в одном уроке очень много информации, это плохо. Далее, если, например, у преподавателя нет никакой системы, он приходит всегда с листочками, это плохо. Там какая-то авторская, если честно, авторские методики могут очень мало людей, я вот вообще видела на пальцах пересчитать людей, которые способны на это. Это тоже очень плохо. Если у вас после урока больше каши в голове, опять же, если вы сидели, пытались что-то понять, вы не глупый человек, а у вас каша в голове, то есть, и вы понимаете, что вы еще не закрепили что-то, а вам уже новое накидали, то есть, вот так не должно быть. То есть, вот эти пока моменты я могу вам сказать. И давайте, спасибо, давайте посмотрю, что мне там написали на телефончике, вот эти вот моменты. Я прокомментирую, и вы можете уже писать, что у вас новенького возникло, какие мысли. Я сейчас пролистаю весь чат. Что у нас тут интересного? Пишет один человек у нас, не буду, пишет, да, у нас здесь, наверное, или на платформе, или здесь мне прислали просто скрины. Я нашла, мне 47 лет, мечтаю посетить Францию, мечта юности, при этом поставила условие, что должна разговаривать на французском. Один год брала занятие у репетитора, 20 лет по скайпу, 25 лет по скайпу. Не было схемы обучения. Весело и интересно с песнями, фильмами и стихами, но не было схемы. Дальше. И 6 месяцев со школьным преподавателем по скайпу, после которых я поняла, что хорошей базы по языку у меня нет. Надо готовить сначала базу. Нашла вашу школу один год, занимаюсь по фонетике с вами. Как только я приступаю к занятиям, у меня возникает страх, тревога. Был один опыт, у меня три раза не принимали, причем обоснованно, как я теперь понимаю, но страх остался и преодолеть его непросто. В итоге я стала меньше заниматься и курс за один год я, к сожалению, не освоила. Там один год дается. Сейчас у меня выбор, что делать дальше. Занятие с преподавателем по скайпу, центр Альямс Францесс в нашем городе или школа Юли-Или. Очень сложный выбор. Я, конечно, буду школу Юли-Или рекомендовать, но сейчас я буду четко рассказывать. Так вот, то, что не было схемы, бывает действительно. Я смотрю очень много преподавателей, нет абсолютно схемы и дают очень много ученикам. Я вот буквально на позавчера или позавчера видела урок, когда на первом уроке дали и чтение, и местоимение ум, и женский род, и отрицание и так далее. То есть это вообще невозможно. Есть какие-то определенные возможности мозга, и когда ученик очень только начинает, ему нужно давать вообще по маленьким кусочкам. И вот вам показатель вообще, например, местоимение ум, вы уже, думаю, большинство из вас говорит на французском, нужно давать вообще побольше, попозже, когда вы уже знаете все остальные местоимения Ж, ТЮ, Иль, Эль и так далее. И нельзя давать все сразу виды отрицания, и нельзя давать, например, какие-то трансформации предлогов. Я, например, всегда даю отрицание, и там у меня только определенный артикль, чтобы не пугать вас. Я вам даже не говорю, что есть что-то еще. Я потом это что-то еще ввожу, когда у вас уже базовое отрицание закрепилось. И поэтому у меня в уровне А1 72 урока. В А2 у меня 72 урока. То есть чтобы все было постепенно. То есть то, как ваш преподаватель делит это все по кусочкам, чтобы один кусочек становился хорошей базой для другого кусочка, чтобы это все за друг другом и еще постоянно повторялось, это, конечно, искусство. Этому нужно учиться. И там у меня один курс А1 был. Я в нем нашла... Каждый раз, в общем, нужно это лучше делать. Я вижу, что я меняю свои курсы, потому что замечаю, что что-то нелогично было. Так что очень частая ситуация, когда нелогичная у человека каша. Видите, полтора года человек потерял, и в принципе никакой системы нет. То, что она боится по фонетике... Ребят, что такое? Вот некоторые, да, жалуются что-то. Я не знаю, вот эта девушка, получается, эта женщина, она не думает, что нажалась, просто рассказала свою ситуацию. Но будьте как солдаты на войне. Я вам сказала, что французский очень сложно учить. Страшно. Что такое страшно? Вас убьют, там, не знаю, вам язык отрежут. Что такого страшного? Что вам еще? Вам, мне кажется, это нужно на таком курсе? Во-первых, где вы видели курсы из 100 уроков фонетики? Есть ли такой курс вообще? Чтобы 100 подробных уроков, где я начитала 100 стихотворений, 100 скороговорок, разные звуки, разные сочетания, с какой-то теорией, там в большинстве... Так, была небольшая пауза. Какие-то еще видео с моим объяснением и так далее. И еще вам дают комментарии того, что у вас не получается. На фоне того, что человек читает фразу, например, какая-то скороговорка. Сейчас никакой скороговорки мне в голову не придет. Ну, то есть мы говорим, здесь вы разрубили фразу, здесь вам нужно больше тонуса давать. Представляете, с какой скрупулезностью мы исправляем ваши фразы, чтобы вы красиво звучали, а потом нам приходит сообщение, вы меня демотивировали. Это вы нас демотивировали работать. Мы вроде бы хотим как лучше, чтобы вы действительно вот эти детали замечали, потому что нигде такого не будет. И нам потом говорят, что человек после трех раз... Наоборот, мы могли бы тебя дальше пропустить, но тут опять же, как снежный ком. Там начинается все более с простых звуков, из теории такой, а дальше все сложнее и сложнее. И какие-то даже нюансы бывают, которые не слышны звуку. Например, даже П и Б, казалось бы, легко произнести. Там даже на это есть упражнение, чтобы П и Б были более французскими. И тут, конечно же, требуется такая чуткость языка и уха, чтобы можно было это воспроизвести и вообще заметить. То есть мне кажется, надо быть благодарным, что три раза не пропускали, и потом все-таки пропустили, значит, то, что было неосезаемое. Человек пишет, я поняла почему, теперь я осознаю почему. Так не нужно как обиду, как какое-то личное оскорбление воспринимать то, что у вас не приняли задания. Это значит, есть еще чему стремиться. То есть это вот мое мнение. Дальше, что у нас тут? Надеюсь, ответила. Я очень комплексую по поводу произношения, а про ошибки уже молчу. Слушайте, ребят, произношение. Все толдычат постоянно, что они комплексуют по поводу произношения. Скажите, пожалуйста, те люди, которые комплексуют по поводу произношения, вам нравится комплексовать или вам не нравится комплексовать, и вы каждый день, вы так говорите, что я уже молчу, меня это так бесит. Вы действительно, если меня что-то бесит в моей жизни, я беру и исправляю. То есть я делаю скороговорки каждый день, я беру карандаш, работаю с карандашом, я иду на какие-то курсы. И я эту проблему, вот я вам честно говорю, у меня любая проблема в мгновение ока исчезает. То есть у меня нет таких проблем. У меня проблемы с волосами, я их решаю. У меня проблемы с зубами, я их решаю. У меня проблемы с умом, я иду на курсы. То есть у меня проблемы с весом, я сажусь на диету. Что значит меня бесит, я комплексую по поводу признашения? Я не знаю, вот заставьте меня завтра учить китайский, я не буду терпеть своих комплексов или своих каких-то негативных мыслей по поводу чего-то, я буду их решать, я буду, если это меня расстраивает, я не буду терпеть этого, я буду каждый день работать на своем признашении, ночью буду работать, в любое время, но я не буду, или я от этого вообще-то двигаюсь, не буду заниматься, или же я буду исправить проблему. То есть большинство людей, я не знаю, что делать, а ты что пытался уже делать? Ну ничего, даже вот нет таких людей практически, которые бы каждый день работали с французскими скороговорками. Ребята, у нас на сайте, на курсе фонетики 100 скороговорок, да там француз их все не выговорит. Я уверена, что если вы все скороговорки отработаете, 100 стихотворений, если вы все 100 стихотворений там по слогам, по-всякому отработать, у вас не будет проблем ни со скороговорками, ни с произношением. Когда я учила французский язык, у меня была кассета Smash с песней Belle. Все, у меня не было интернета, я вот эту песню услышала и на кассете ее слушала, и пыталась с ними петь. Вот это проблема. А когда у вас есть просто все разжевано, и вы говорите, что у вас проблема, ну простите, это прямо странно. А рассказать всем, что я проблема, это все равно, что сказать, что я глупая, и снять с себя ответственность. Любой комплекс нужно сразу решать. Дальше. У меня годовая подписка, но никак не могу начать. Боюсь, что не получится выучить. Хотя с английским языком такого никогда не возникало. Но это все равно, что, опять же, с английским языком, если все хорошо получилось, значит вы знаете, что в вашей жизни есть такой опыт, что-то очень хорошо, и вы знаете, что это очень трудно. И это ваша лень пытается вас оградить от усилий. Это как я, например, я делаю тренировку в интернете. У меня есть, я подписка у меня есть на Project Gym, называется, из Англии. Я так английский учусь, занимаюсь. Я выбрала себе какую-то тренировку, и она была очень-очень классная, но очень сложная. Она еще 45 минут, и там и гантели были, еще что-то. Она мне очень понравилась. Я после этой тренировки такая прям, ух, какая тренировка, и руки там я поработала, еще что-то поработала. Через пару дней я открываю интернет, и я так косо на эту тренировку посмотрела, и я такая, нет, возьму-ка я 30 минут. То есть вот это, мне понравилась эта тренировка, она хорошая, но мне уже страшно, потому что я знаю, что мне будет сложно. Точно так же с изучением языка. Я знаю, как учить английский, как это сложно знать английский хорошо, и поэтому мне страшно. Забудьте об этом. Опять же, что это сделайте на сегодня, поставьте себе задачу не выучить и говорить идеально через год. А, например, на этой неделе, у нас, например, на платформе есть один урок, и там много маленьких-маленьких уроков. Если есть время, сделайте весь урок. Если нет времени, сделайте один из этих подпунктов, то ли видео, то ли грамматику, то ли лексику. То есть сделайте хоть что-нибудь из этого. Не стремитесь. И уже как-то будет, например, вы можете даже себе сказать, я буду делать, например, одну третью урока каждый день. Это все равно у вас за неделю получится два урока. Это уже очень хорошо. И два урока за неделю – это практически нормальный ритм. Очень хороший ритм – это три урока в неделю. А вы будете два урока в неделю делать. Это не напряжно. Там очень много загрепляющих упражнений, но вы будете уже двигаться вперед. То есть подписка уходит, надо заниматься. Вот, дальше смотрю на ваши комментарии и ответы дальше, что у нас тут написано. Задавайте пока вопросы вниз. Добрый вечер, добрый вечер, с кем я не поздоровалась до этого. Кто-то смеется, ну хватит, успокойтесь. Вижу, что все расстраиваются. Десять галочек у кого-то, только шесть галочек. Все это пока галочки смотрю. Самый важный вопрос – что изменится в моей жизни, если я выучу иностранный язык? Интересный вопрос – что изменится в моей жизни. Но что изменилось в моей жизни, если я… что я выучила иностранный язык? Ну, во-первых, конечно же, это дополнительный источник информации в моей жизни. То есть я смотрю лекции и телевидение на всех языках, которые я знаю. Я могу на немецком, на английском, на французском смотреть. Вот, это раз. А во-вторых, это шанс познакомиться с невероятными людьми. Один из самых невероятных случаев, с кем я познакомилась, я ехала в Афины на Пасху и села… У меня была книжка с собой Андрея Макина. И я, когда садилась, я кинула ее на сиденье рядом. И оказалось, что рядом со мной сидел очень известный врач из Греции, который приехал из Франции, который греческого происхождения, который приехал на какой-то симпозиум в русский институт медицинский. И он врач, забыла, как он называется, врач, который со стариками работает. Геронтолог, я забыла, как он называется. В общем, и мы с ним 4 часа во всем самолете. Это был самолет Москва-Афины. И мы с ним в этом самолете 4 часа проболтали об его профессии, потому что это было очень интересно. Я много вопросов задала. То есть он мне рассказал потом об Афинах, потому что это была Пасха. Я не знала ничего. Он сказал, как это важно, посоветовал куда-то ездить. Это был невероятный опыт знакомства с человеком. Мы с ним иногда еще в WhatsApp сейчас переписываемся. Ну, то есть это интересно как раз-таки сейчас еще в контексте ковида. Я ему какие-то мысли мне новые дал, когда я ему сказала, что страшно работать, наверное, с людьми, которые уже скоро умрут. Он мне сказал такую вещь, что страшнее смотреть, когда дети умирают, а когда взрослые, ты им просто облегчаешь путь. И то есть есть какие-то моменты очень положительности. И у меня таких ситуаций было, ну, очень много. Я когда путешествовала, всегда с кем-то могла говорить. Когда какие-то в музеях или в каких-то местах какие-то различные надписи, я практически всегда знаю, что я прочту эту надпись и узнаю. Я не понимаю, как лишнего без знаний не может быть. Очень многие книги выпускают на английском, а на французском их вообще никогда не дождешься. Или какие-то фильмы, которые никогда не дождешься на русском. То есть что изменится в вашей жизни. Еще конкретнее в моей жизни у меня появилось очень много друзей, которых у меня не было. Я зарабатываю деньги благодаря иностранным языкам. И со мной интереснее общаться. Если бы я не знала иностранных языков, меня бы не было просто. Я была бы в 10 тысяч раз глупее. Дальше. Спасибо большое, Ирина, что вы довольны. Но я знаю, что больше довольных. Я знаю, да. И вы, кстати, нам пишите, ставьте лайки, рекомендуйте нас. Потому что довольные, я тоже понимаю, что я так не всегда делаю. Я сейчас стараюсь себя исправить. Довольные молчат. Они просто маленькие такие делают, там работают, корпят, проходят курс за курсом. Даже боятся побеспокоить лишний раз. Особенно вот люди бывают, они прям супер тактичные. Они думают, что они какой-то курс... Опять же говорю, у нас несколько видов подписки. Есть самая базовая подписка. Некоторые люди на этой базовой подписке боятся какой-либо вопрос задать, потому что они считают, что они мало денег заплатили, на что не имеют права. И то есть мы с ними практически вообще никакой коммуникации не поддерживаем. Вы можете задавать любые вопросы даже на базовом, если вдруг что-то непонятно. И какие-то моменты описать. То есть коммуницируйте с нами. Кривой фразы на иностранном языке. Но я не буду кривую фразу на иностранном языке сочинять. Как можно учить иностранный язык, когда родной не знаешь? Я вообще не знаю... Что такое не знать родного языка? Я часто говорю с ошибками на русском языке. Есть разные уровни незнания родного языка. Если прям совсем плохо знаешь русский, это значит, ты говоришь с ошибками очень некрасиво и так далее. Я думаю, такому человеку это определенный еще менталитет. Это получается, что человек вообще не читает. Если человек читает, человек, который читает хотя бы там, не знаю, 10 книг, ну даже ладно, не 10, 5 книг в год он нормальных читает, то по нему видно. Если человек даже 5 книг в год не читает, это прям... У него... Ну, то есть сразу видно, что замкнутое какое-то мышление. И то есть такой человек, наверное, не будет учить иностранный язык. Ему что-то придет, но он возьмет Петрова, например, какого-нибудь, как это называется, полиглота. То есть он будет по полиглоту учить язык. То есть ему будет достаточно этих 16 уроков. А человек, который хочет какого-то большего, он все равно, у него минимум. Мы хотя себе как-то говорим и признаем то, что мы как-то не очень хорошо знаем русский язык, но все равно люди, которые учат иностранный язык, в основном на хорошем уровне знают его лучше и выше среднего, чем обычные люди. Так, куча списков, которые вы любите создавать. Книжку, которую я рекомендую приобрести, слушайте, это я свое детство, не детство, а юность, провела с книгой вот такой толстой, она у меня в школе сейчас лежит, словарь Ганшина и Гака. Там 270 тысяч слов. Это классная книга, она прям такая большая, там прям тоненькие такие странички, приятные на ощупь, и вы можете их, вот, все сочетания там увидеть. Если какой-то тот шисловарь, я бы не рекомендовала, если у вас уже действительно амбиции какие-то. Можно смотреть в мультитране. То есть я купила его тогда, потому что не было, во-первых, мне нравились любые французские книжки, потому что их вообще было не достать, а уж словарь-то. А во-вторых, не было интернета. Я не знаю, взяла бы я сейчас интернет, но все равно в интернете иногда пишут какую-то чушь и не так подробно, как там написано. И когда, знаете, вы еще ищете, поиск и так далее, это тоже определенная память задействует. Так что я порекомендовала вот этот Ганшина и Гак. Спасибо большое. Слушайте, полиглота, который говорит, что я не знаю языки, но я на них говорю. Это зависит от того, что такое знать язык. Что вот такое знать язык, что я на них говорю. Опять же, слышали ли вы его, как он говорит? Некоторые люди говорят, я красиво говорю по-русски. А я вот всегда в какой-то момент обращаю внимание, что некоторые люди на русском плохо говорят. Если у меня лекция какая-то очная, я красиво говорю на русском. Мне человек так парирует. А я ему на это отвечаю. Есть ли такой момент, что вас слушают люди, вот просто вы что-то начинаете рассказывать и замолкают, любят вас слушать, за советом к вам обращаются, и вообще вы являетесь какой-то небольшой такой центром чего-то. Потому что людей, которые говорят очень красиво, мало, и вокруг них вот всех, которых я знаю в округе, вот они вокруг себя какое-то общество формируют. Даже если они не являются лидерами, они, когда какие-то мысли выражают, все замолкают. И вот если вокруг вас такого не происходит, значит, некрасиво вы, нехорошо говорите. Но это к тому, что человек неадекватно себя оценивает. И то, что он говорит, я полиглот, и я хорошо говорю на языках, но я их не знаю, такое, наверное, может быть, если человек жил много в разных странах, и когда был маленький, и не учил их по учебникам. То есть он ничего не может объяснить. Вот мы многие, кстати, русский язык не знаем, потому что не можем объяснить. То есть даже спряжение каких-то глаголов никогда не объясним. И почему там предлоги какие-то, или какие падежи мы, например, не скажем. Я вижу Петю. Петя – это какой падеж? Не каждый сразу скажет, что это за падеж. То есть это вот это не знать язык? Может быть, тогда так. Дальше. Измеримая цель в изучении французского – это уровень DELF. Без экзамена сложно распределить ступеньки. Во-первых, у нас есть на платформе, не на платформе, а на YouTube про уровни, я тоже рассказываю. А DELF – это не уровень. DELF – это DIPLOM d'études de la langue française. Это название диплома. Это как ЕГЭ, это не уровень. В общем, и DELF есть четыре уровня. A1, A2, B1, B2. И без экзамена сложно распределить по ступенькам. Уровень A1, если вы знаете несколько фраз, знаете глаголы какие-то, и можете сказать чуть-чуть совсем, это вообще не уровень. То, что вы можете добиться в изучении языка за неделю или за месяц, это нельзя назвать уровнем владения языка. Ну, можно, конечно, но это значит, мы вообще от каких-то очень коротких единиц отталкиваемся. Изучение языка – это когда уже какое-то знание и процесс обучения прошел. Уровень A1, например, это когда вы можете, знаете, несколько времен, это passé-композе, то есть два прошедших, passé-композе, импахфе, будущее, вот это проше, предлоги, элементарные легкие фразы по синтаксусу вы разбираете, вы отрицательные можете поставить, и знаете приблизительно, наверное, 20-30 глаголов, может, даже больше сложных. И то есть вы можете вот на легкие фразы и рассказать о себе, рассказать, что вы любите, рассказать, чем вы занимаетесь. Вот это уровень A1, причем вы это можете в беседе сделать. И когда вы слушаете французский, вы много слов вычленяете, потому что говорят на уровне A1, там, по-моему, 1200 слов нужно выучить, а вообще в языке в любом около 1000 слов, самых употребительных, которые вы слышите повсюду. И говорят, что если их выучишь, ты будешь много вообще, ну, практически все понимать, что вокруг творится, если это не какая-то очень специфичная беседа. Так что вот это уровень A1. А дальше идет, я люблю вот уровни сравнивать с возрастом. Уровень A1 – это возраст ребенка шестилетнего, семилетнего дошкольника. То есть он может что говорить, если это не совсем там ребенок, которого с двух лет натаскивают на какие-то предметы. Это обычно ребенок, который может свои игрушки объяснить, который может какими-то легкими фразами изъясняться и так далее. То есть уровень A2 – это курс школьника, то есть более длинные фразы и грамматика. Уровень B1 – это, например, класс 8. Уровень B2 – это 9 класс, 11 класс. Там уже действительно сложная лексика идет и учат какие-то правила документов, как оформлять письма и так далее. Это и об экологии, и какие-то, знаете, такие нон-фикшен, вот такие вот легкие, не очень специализированные, но легкие подачи вот этой немножко научной терминологии, там, например, об экономике, достаточно легко, чтобы человек-любитель мог понять. И уже дальше C1, C2 – это человек-профессионал, носитель или который на языке работает. То есть это очень много тем, и красиво прямо нужно выражаться. То есть это вот для меня по возрасту можно более определить. Дальше. Долой фрустрацию. Фрустрация вообще не чипная проблема. Вот. Вы можете фрустрацию свою переживать, конечно, долго, но это будет бесполезно. Вы полюбили французский язык благодаря Селине Дион увлечению творчеством по её музыке выучила, да? Такое может быть, это здорово. Вот. То есть вы выгораете, вы выгораете, можете сами себя сжигать. Изучение языка – это всегда очень классно. Я обожаю говорить на французском, и когда я вам говорила про искусство, я когда говорю по-французски, я знаю, что в этой жизни я хотя бы что-то делаю хорошо. Это когда совсем прям что-то не клеится. Я говорю по-французски, и вот вы скажете одну фразу, например, например, Я сейчас получила настоящее удовольствие, пока я говорила по-французскому, потому что здесь есть и фонетика, здесь есть и грамматика, здесь есть и интонация, здесь есть и слова и так далее. Так, себе слова, это, конечно, мало слов, но так далее. То есть, но я это сказала хорошо, и все нормальные люди, которые знают французский язык и адекватно ко мне относятся, скажут, что я сказала это хорошо. Кто-то, конечно, может поприсовать к чему-то придраться, но, в принципе, вот такая оценка будет «хорошо сказала». И представляете, что-то делать в своей жизни, что каждый из вас делает хорошо, вот чтобы вот могли сразу оценить. И когда ты говоришь на французском и это контролируешь, это вот такой шанс именно такую капельку эндорфина получить в любой ситуации. Это, наверное, просто ты же не начнешь танцевать, если вдруг, если ты хорошо танцуешь, танцевать тоже надо вот как-то подготовиться. Или, например, вдруг ты хорошо готовишь, ты вдруг не сделаешь, вот торт там приготовил и так далее. А вот с иностранным языком можно кому-то позвонить или что-нибудь ему сказать, ты уже довольна, что вот как я это делаю. Это требует контроля, это требует усидчивости, и это такой редкий, я бы не сказала, это дар, это слишком обесценивает все усилия, это такая редкая ситуация, когда человек хорошо говорит на французском языке и вообще на иностранном языке, я бы сказала уже, редко говорят хорошо. Говорят, как бы, я вот сейчас английский учу, я не нашла ни одной школы, где бы мой уровень английского был. То есть я сейчас нахожусь на уровне C1 в одной школе, где это самая сильная группа, но все говорят хуже меня, я английского плохо учила, я бы себя отправила на уровень B1. И когда я вижу вот это такое отношение к языку, что люди вот просто очень плохо говорят, но они все лезут куда-то на какие-то высокие уровни и получается уровень себя обесценивает. Я сижу на C1, я не знаю некоторых элементарных, более элементарных вещей. То есть вот, а когда я говорю на французском, я знаю, что я добилась, я делаю это хорошо, я могу себя оценить, и вот это вот у меня, опять же, в сравнении с другими людьми какую-то очень позитивную энергию вырабатывает. Дальше. Да, я знаю английский. Я знаю человека, который до уровня C2 за месяц поднялся. Это невозможно. А в C1, наверное? Да нет, даже с C1 нельзя. Знаете, вот что отличает C2 от C1? Это тысячи слов, тысячи просто слов, различных способностей, различных выражений. Даже на экзамене C2 проверяют, как вы красиво инкрустируете в свой текст какой-то, пять страниц там на экзамене нужно написать, а четыре, как вы инкрустируете какие-то интересные поговорки, слова, как вы знакомы с культурой и так далее. Это невозможно за месяц. Это вот, смотрите, я вам сейчас дам вот столько книг, я книгу сейчас одну читаю, уже две недели. И я ее не прочитаю. Ну, я надеюсь, что я ее прочитаю, конечно, может быть, через две недели. То есть я книгу одну месяц читала. И это, это, конечно, много знаний, но это не довело бы меня с одного уровня на другой. То есть, а целый уровень, это не одна книга, на это очень много нужно времени. Там уже вширь идет по лексике. Если человек на C1 должен знать, например, 10 тем очень хорошо, ну, условно 10, то человек на C2 должен знать 100 тем, там вот пропорционально так растет. И невозможно зависеть. Это человек, это даже он не будет ни есть, ни спать. Это 24 часа умножить на 31 день. Это все равно невозможно. Это очень большой объем. Это, если это в физическом каком-то эквиваленте, бывает, что там один кирпич ты пронесешь за минуту. Это вот, например, уровень C1. А C2 это вот столько кирпичей, с которых вы просто физически не переносите. Даже неважно, какие способности у человека. Невозможно на C2 вот так именно качественный C2 получить. Можно сдать на экзамен C2, но у нас экзамен сдается, если вы даже получаете 51 балл, вам дают сертификат. Но если вы от C2 выучили половинку, то может быть, конечно, тогда C2 такое можно заработать. А бесплатно я не преподаю практически. Ну, что-то я преподаю, но, в общем, все есть в YouTube, что бесплатно я здесь. Да, так. Дальше что? Тут у меня какие-то уже... Спасибо, спасибо. Кто-то уже по-немецки со мной говорит. Помню, меня направили на курсы французского. На тот момент у меня был уровень ноль. Учитель не понимал от слова совсем, но через месяц я уже точно понимала 50. Это здорово. Ну, месяц — это хорошо. И тем более, если вы занимались. Вот. Спасибо. Как научиться писать диктанты на французском? Смотрите, чтобы чему-то научиться, это нужно делать. Писать диктанты на французском нужно. У нас на платформе есть диктанты. Нет. Это не только в словарном запасе. Это тоже в словарном запасе. Если, конечно же, например, вы не знаете писать как слово «боку», вы его не напишете. Это разумеется. Вам нужно писать и так далее. А еще и в грамматике. Например, «Боку де персон сон веню», вы веню должны будете согласовать. Тут нужно знать, что «персон женского рода» и что «сон веню» — вот это «partисипасе». То есть некоторых вещей в диктанте не слышно. Это знание грамматики. То есть тут такое синтетическое знание. Дифтонгов трудно. Нет, ни за чего не трудно. Есть задача, ее нужно делать. Что значит трудно? Нет ли… Вот понять… Вы должны избавиться от того, что что-то легко. Ничего не легко. Все… Любое знание, все, что вы не умеете делать, вам, когда вы были маленькие, было трудно завязывать шнурки, вы научились это делать. То есть нет вообще понятия… Если вы чему-то учитесь, если процесс вот этого нового знания возникает, значит, это уже трудно. Вы этого не умели, потом можете. Я по поводу francais avec Pierre не могу ничего сказать, потому что не смотрела. Я думаю, что я понимаю, о ком идет речь. Такой молодой человек, у него, наверное, родинка где-то есть. И он иногда с девушкой какой-то переводит. Но я не смотрела никакой урок. Какая-то реклама может появляется. Хорошие учебники. Смотрите, есть несколько видов учебников. Мы занимаемся в школе по ЭДИТО и по сезону. Раньше занимались по ЭКО, сейчас отказались. Хороший учебник – это не учебник, вот, по крайней мере, для самостоятельного изучения. Потому что, чтобы самостоятельно изучать язык, мне кажется, это очень сложно. А для самостоятельного изучения, я, к сожалению, не могу подсказать никакого учебника, поскольку я сама не изучала самостоятельный язык вот с новыми какими-то пособиями. Когда я учила язык, там вообще было очень мало чего-то. Вот. Так что, если вдруг с кем-то занимаетесь, то занимайтесь по ЭДИТО. Слушайте, перфекционизм. Перфекционисты – это те люди, перфекционизм вообще плох, что значит, стою на одном месте, все кажется недостаточно. Если вы себя прикрываете вот этим перфекционизмом, или это на самом деле так? Потому что иногда говорят, я такой профессорист, дальше не могу идти. А на самом деле человек вообще никуда не идет. Если вы на одном уровне стоите, вы же не на одном уровне стоите, значит, вы учите одни и те же слова, разные слова одного и того же уровня, грамматику, как-то лучше понимаете. Потому что любое количество нормального, стоящего, в хорошем смысле слова, человека на месте выливается в качество. Значит, качество перебрасывает вас сразу на уровень выше. Я не понимаю, как в языке можно стоять на месте. Это значит, вы ничего не делаете. А стоять на месте, это значит, например, я даже вот как это представить. Если даже я стою на месте, смотрю одни и те же сериалы на одном уровне, я все равно лучше начинаю понимать со слуха, даже если один вид деятельности делаю. Если я читаю одного уровня книжки, я все равно повышаю свой уровень. Если я делаю упражнения на одно и то же правило, это правило лучше закрепляется. То есть я не знаю, что такое стоять на месте в изучении языка. Дальше. Бывает такая засада, что не в ресурсе, здоровье подкачала и вообще не открывала уже полгода платформу. Произошел большой откат, скоро и подписка закончится, я не могу вернуться. Слушайте, бывает такое, у меня такое было со спортом и чем-то еще я уже забыла. Такое бывает, ну слушайте, вы не ругайте, отпустите эту ситуацию. И тут бывает такое нагнетение, уже пропустила и больше, в общем, еще не хочется ничего делать. Отпускайте эту ситуацию и захотите вернуться, чтобы это все было легко. Никогда изучение языка не должно быть дополнительным стимулом к тому, чтобы вы себя на что-то ругали. И что там, подписка закончится, на что 80 тысяч рублей стоит? Я не знаю, насколько вы купили подписку, но у нас там цены очень низкие. То есть, стоит ли вот эти денег, там сколько, 750 рублей, 1000 рублей, 2000 рублей, даже, по-моему, там самая большая цена, 7000 рублей, стоит ли ваше расстройство, угрызение совести, бессонные ночи, не знаю, как вы засадуете, переживаете с вами этого, то есть этих денег. Купите еще одну подписку, потом, может, вам какая-то короткая подписка больше в... То есть, когда короткая подписка, вы знаете, что вам нужно оплатить и продолжить, а не покупайте большую. Большая, это прямо, наверное, для тех людей, кто решил, хочет сэкономить и знает, что будет заниматься. А если, например, какая-то мотивация, нужно каждый день себе напоминать, что... Не каждый день, а каждый месяц напоминать, что вот я сейчас заплачу и буду заниматься, может, какой-то дополнительный стимул для вас будет такими маленькими кусочками. Вот. Но ни в коем случае нельзя расстраиваться. Спасибо большое. Спасибо. О методике Асимиля. Ничего не могу сказать, не работало. Почему вы не очень активно продвигаетесь в интернете? Я столько времени денег потратила на другие конкурсы. Уже никому не верила и тут нашла вашу школу. Я в восторге. Спасибо большое. Слушайте, ну мы продвигаемся как можем. Между прочим, год назад у нас было на 10 тысяч меньше человек в Инстаграме. Мне кажется, это достаточный результат. И, кстати, мы же не можем сами себя тоже продвигать. Вы тоже нас продвигаете. Рассказывайте кому-то о нас. Спасибо за курсы. Учите второй язык с репетитором, но не разговариваю. Начинаю оставать. Скажите, что важнее продолжить изучать грамматику, углубленную или найти носителя и продолжать практиковаться. Слушайте, носитель это не панацея. Оксана, вот смотрите, если вы носитель, можете ли вы мне научить русскому языку, если я не говорю? То, что вы говорите, я же не профессионал, насколько хорошо вы уверены, что там профессионал? Нужно понимать, что сейчас очень большая разница в евро. Даже экономически берем с вами такие моменты. Во Франции нормальный урок профессионала будет стоить 50 евро. Это получается 4,5 тысячи рублей на русский день. Вот все, что ниже, ни один нормальный профессионал не будет вас обучать. Если человек берет за 10 евро что-то, понимаете, прожиточный минимум во Франции такой, что там за час платят 12 евро. Это получается, у человека никакой нет работы, что он даже на самую низкую должность и ставку не устроился. А 12 евро для нас это уже тысячу рублей. То есть, ну вообще, хороший прям профессионал, что он может свой родной язык с точки зрения методологии. русский язык для иностранцев преподавать сложнее, чем просто русский язык. То есть, носителю розни вам попадется такой же человек, который, вот 90% всех людей, которые пытались говорить, что они носители и хотели преподавать в нашей школе, они говорят на русском, ой, на французском, как какие-то очень неграмотные люди, даже не знаю, как люди, которые вообще никогда не учили русского языка, вот французского языка в их случае. Вот сравните, вот кто-то очень неграмотно среди вас говорит, ваших знакомых на родном языке, вот так они говорят на французском, они пишут с ошибками, они ничего не могут объяснить, готовы ли вы тратить на это деньги. Вот. А, кстати, еще про учебу, неважно, что вы живете в другом городе, вы можете у нас заниматься онлайн. И у нас цены достаточно, мне кажется, они прям не низкие, но занятия стоят или 6300 в месяц, или 8400 в зависимости от абонемента. То есть это можно онлайн в группах заниматься. Можете прийти на пробные занятия, которые бесплатно, то есть оно бесплатно, если вы дальше абонемент покупаете, и так оно будет стоить 500 рублей. То есть попробуйте, вы просто сравните уровень того, как наши преподаватели преподают и другие, вы увидите высоченную, просто колоссальную разницу между этим. И какая динамика урока и так далее. То есть я за каждого своего преподавателя говорю. Если в других школах говорят, что это удача попасть на хорошего преподавателя, у нас все преподаватели отличные, хорошо знают язык, и я постоянно их контролирую. То есть я смотрю и их уроки, я прихожу на уроки, если точные уроки, и даю какие-то свои фидбэки. То есть у вас не будет такого через полтора года, что вы не знаете и не практикуете. Вы должны практиковать с первого занятия, и у вас это будет у нас на первом занятии. Вот опять же, про проблемы, про которые я говорила, преподаватели очень много должно быть. Преподаватель должен сидеть, может быть даже пить кофе, а вы должны болтать. Вот так должно проходить занятие. Сейчас уровень по грамматике B2. Что такое грамматика, если вы не умеете говорить, если вы упражнения делаете, если вы не можете сказать, если вы выучили, как делать кондиционель, но не знаете построить вот это вот, как построить фразу в кондиционель, то это такое сомнительное знание. До того, как начала заниматься на курс, начала заниматься на вашей платформе. Это было настолько интересно, часы пролетали как минуты, и во многом благодаря вашим личным эфирам, вашей поддержке. Спасибо большое. Я тоже вам очень благодарна. Слушайте, что это за вопрос такой? Вы же знаете, прошедшее время, что я хочу спросить, о факте, который случился уже, что ты сделал, или что ты делаешь, это что вы хотите сказать. У нас не грамматика вершит нашей речью, а мы решаем, что мы должны выразить в словах. Я вообще не преподаю частные уроки. Последний раз было 100 евро у меня, но я уже не преподаю, я только в группах. А северина уже начались оффлайн-уроки. У меня, между прочим, есть уже оффлайн-уроки. Б2 и А2. В Б2 есть места? В А2 не знаю, по-моему, там не было места. Надо влюбиться во француза, хорошая мотивация. Влюбляйтесь во француза, влюбляйтесь в кого угодно. Опять это вопрос о мотивации. Я не влюбилась во француз, когда выучила. У меня столько друзей, никто не влюбился во француз, и выучили язык. Если вам нужна любовь, конечно. У меня, кстати, есть много знакомых, которые девушки русские, а парни французы. И они всё равно говорят или на английском, или даже французы уже выучили русский, а девушка никак не может. Так что это тоже не панацея. Так, 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 молодцы. Очень люблю французский, изучаю его на приложении в YouTube. Занимайтесь, очень интересно. Всё, закончили. Два часа эфира. Сохраним, я надеюсь. Да, сейчас я буду рассматривать, как сохранять эфир. Я давно этого не делала. И, в общем, закончим. Желаю вам хорошего вечера. Будут ещё эфиры. Какие вам темы интересны, может быть, по преподавателям, по преподаванию, любые темы задавайте, будем устраивать с вами. Всё, до скорого. Желаю вам хорошего вечера уже. Если я выключу, конечно, когда-нибудь этот экран. Вообще не подозреваю, даже пока выключается. Надо было потренироваться. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова